Подкаст «Сплитскрин» возможен благодаря поддержке наших слушателей. Если вы хотите помочь в развитии подкаста, все ссылки в описании. Спасибо! Привет и всем добро пожаловать на подкаст «Сплитскрин» – еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, точно так же, как экран телевизора «Хущень» в режиме на двоих. С западной стороны Атлантики, как обычно, как всегда, с вами я, Роман. С восточной стороны Атлантики точно так же и с самого уютного обитого вагонкой чердочка Ленинградской области ко мне присоединяется Вася. Василий, приветствую! Всем привет! Всем привет! Где бы вы к нам не присоединялись, на всех аудиосервисах, на всех... на YouTube-канале, где вам удобнее нас смотреть или слушать, занимаясь какими-то полезными делами. Приветствую вас на этом выпуске еженедельного подкаста «Сплитскрин», где мы подводим какие-то итоги прошедшей недели, делимся, во что мы интересного играли, может, не очень интересного, рассказываем наши впечатления от игр и событий игровой индустрии. Отдельная благодарность всем тем, кто поддерживает «Сплитскрин» на Boosty Патреоне, и особенно тем, кто смотрит запись подкаста в прямом эфире на стриме на YouTube, потому что доступ к этому стриму получают все подписчики Патреона и Boosty Сплитскрина. Так что чат, чат, Пауль, Старгейзер, кто там есть, кто живой. Всем привет! Кони. Кони, Кони. Кони с нами душой. Может быть, нет, но душа Кони витает. Но здесь вот я чую, я чую присутствия души Кони. Это что там, сеанс эксорцизма или кого-то? Экзорцизма? Нет, подожди, экзорцизма не надо. Экзорцизм – это изгнание. Это если Кони будет что-то здесь плохое делать, то надо будет изгнать. А какое слово антонима экзорцизму какое есть? Антоним? Типа самон? Какой-нибудь самон? Призывание? Да, призывание, да. Не-не-не-не-не-не. Вру-вру-вру-вру. Самон – это же… Антоним экзорцизму – это, правда, у него русской версии, наверное, нет, но по-английски это conjuring. Conjuring. Типа to conjure a demon. Ты, типа, короче, его вызываешь. А to exercise – это ты изгоняешь его. Поэтому, Кони, пока мы тебя не изгоняем. Пока мы тебя призвали, ты с нами. Не надо улетучиваться. Прежде чем мы сейчас будем, значит, прыгать на игры и все остальное прочее… Блин, на самом деле, сегодня, Василий, готовься. Сегодня у меня дофига всего рассказать. У меня сегодня прям много. И много интересного. Поэтому готовься. Сегодня у нас как-то в определенном ключе всегда пойдет. Но прежде чем, значит, мы туда будем прыгать, я хочу всех оповестить то, что помимо этого подкаста мы с Васей записали буквально пару дней назад очередной выпуск «Посиделок у камина». Это эксклюзивный подкаст, который выходит только на Boosty и Patreon для подписчиков всех уровней. В этот раз предыдущие выпуски его я записывал соло, садился просто в непринужденной вечерней атмосфере, общался, рассказывал какие-то мысли, делился мыслями по разным темам, не связанным с видеоиграми. И вот на очередной «Посиделок у камина» я пригласил Васю, чтобы пообщаться уже с Васей про какие-то темы. И мы, кажется, мне очень приятно, душевно пообщались на две темы. Василий предложил поговорить про очень важную и, мне кажется, для многих, может быть, загадочную тему личных инвестиций, распоряжением личными, значит, деньгами и как, что с ними делать, чтобы они там приносили пассивный доход и все такое. Очень-очень интересующая меня тема и Васю, и мы вот на эту тему поговорили. А я с Васей хотел и пообщался на тему разницы менталитетов. Русский менталитет и американский, там, западный менталитет, в чем она выражается, какие-то конкретные моменты отдельные. Естественно, не смогли мы захватить ее всю, но какие-то наши замечания, наблюдения поделились ими, обсудили. Мне кажется, вышло очень интересно. Этот выпуск «Посиделок у камина» будет доступен... Вот я сяду, когда монтировать вот этот вот подкаст «Сплитскрин», который мы сейчас записываем, я его сяду монтировать и одновременно буду монтировать тот. Поэтому, я думаю, если вы смотрите этот уже выпуск «Сплитскрина», когда он доступен, то, скорее всего, на Бусти и Патреоне уже лежат «Посиделки у камина». Надеюсь, всем понравится, поэтому обратите внимание. «Посиделки из камина». «Посиделки из камина». «Демоны из камина». «Посиделки из камина». Это тоже хорошее название. Хорошее название. Поэтому вот так вот, такое небольшое оповещение. Но, Вась, давай, прежде чем мы прыгать на «Будем уже на что мы за неделю играли», я хочу тебя буквально спросить просто, что, так как случились какие-то другие вещи, тут Nintendo Direct прошел, какие-то новости, перетусовки в Sony. Какие мысли по поводу игровой индустрии, состояния игровой среды? Я знаю, там в «Стиме» опять какой-то коллапс у вас, у русскоязычных поклонников «Стима». Вась, какие мысли тебя тревожат или, наоборот, радуют? Так нет, слушай, ну, со «Стимом» там проблема, проблема не со «Стимом», проблема в России с «Киви», через которые все попали деньги. Ну, это вот был интернет-банк, который, ну, не имеет отделений, как виртуальный, да, по сути, банк. ЦБ у него забрал лицензию в один день, там все, у кого там всякие-то были средства, они либо испарились, либо сейчас нужно в каких-то там непонятных, куда-то кому-то писать какие-то заявления. У меня до этого через «Киви» я пробовал пару раз пополнять кошелек «Стима», но там нужно было переводить сначала типа в «Казахстан», потом, короче, из «Казахстана» пополнять «Стим». В итоге я перешел на схему, когда я через свой банк, ну, у меня в моем банке была такая опция, но, правда, когда у «Киви» эта опция сломалась, то, ну, зачем вообще банк, когда я закрылся, то у меня и в моем банке тоже, получается, отвалилось пополнение. А, то есть «Киви» закрылся вообще полностью? Ну, сейчас, да, вроде, да, сейчас там процедура банкротства, там, короче, начнут куда-то что-то, как-то хотят там, чтобы вернули деньги тем, у кого там деньги лежали. Ну, там больше говорят, что он был такой, типа, ну, да, что в нем там много там, кто какие-то там, знаешь, типа нелегальные схемы проворачивали, поэтому, да, вот, и поэтому они прикрыли, поэтому не знаю. Поэтому у меня пока Steam, ну, мне не то, чтобы что-то хотелось прямо на Steam купить, но вот я два дня сейчас пробовал пополнить, пока не получилось, но я и забил, пока нету надобности. Окей. Сегодня у меня, наоборот, я сегодня у меня нервный день, блин, это, короче, мне нужно было перевести крупную сумму денег по номеру телефона, вот, и, значит, мой банк взял, я скажу, что это ВТБ, блин, говнобанк, взяли, заблокировали, заблокировали, короче, мне просто, типа, подозрительная активность, мы боимся, что, короче, все, мы заблокировали вам карту, счет, все, мне закерачили, позвоните по номеру, я говорю, ладно, звоню, здрасте, здрасте, звоню, да. Вы хотели перевести, да, я говорю, я хотел, да. А вам не звонили в последнее время? Я говорю, мне не звонили, не маши. А вы уверены, что вы вот такую сумму? Я говорю, слушайте, если вы боитесь, что, как бы, я потеряю деньги, я понимаю, что я иду, ну, как бы, я объяснил ситуацию, что я там, за что я хочу заплатить, как бы, почему я это делаю, что я принимаю на себя риск, говорю, если надо, чтобы я сейчас в эфире вам сказал, что я принимаю на риск, у меня не будет никаких претензий к банку на то, что там, если эти деньги куда-то идут, я не буду требовать, что вот так и так, значит, почему вы меня не остановили? Я понимаю, с точки зрения безопасности, если бы позвонили моим родителям, мошенники, это супер, что они такое слово переводят, и банк позаботился, тут же заблокировал. Но я уже звоню по телефону, вы спросите у меня кодовые слова, не знаю, паспорт, любую информацию. Нет, она это не спрашивает, она со мной поговорила, 10 раз меня спрашивала. Что делили на завтрак? Нет, что типа это не мошенники, это не мошенники, а звонили ли вам мошенники? Я говорю, ну слушайте, вообще мне звонят мошенники, они всем звонят. С утра мне звонили только там с рекламы каких-то новых новостроек. Ну ладно, нет, извините, я короче не могу вам разблокировать ее, приезжать в отделение. Твою мать, классно, перед выходными, говорю, оставляешь короче с этим, ну, она говорит, я заблокировал вам личный кабинет, я думал, что карта у меня хотя бы будет работать. А в итоге и карта заблокировалась, я даже, если бы я с этой картой пошел бы куда-то заплатить, я бы ничего не смог бы оплатить. Здесь была бы такая, так себе ситуация. Вот. И я такой, ну, как бы, ладно, весь день переиграл. То есть, короче, мне пришлось сегодня мотаться, ну, это произошло где-то в обед. Вот. Мне пришлось, короче, смотаться сейчас там в Гатчину, там, единственное отделение, кто приехал. Значит, подхожу, говорю, значит, так, вот, говорю, ваши доблестные сотрудники, говорю, это заблокировали там мою карту. А только карту, типа, или личный кабинет? Я говорю, ну, мне сказали по телефону личный кабинет. Ну, давайте попробуем зайти в приложение. Захожу там по номеру карты, она говорит, а, нет, вашу карту тоже заблокировали. Ладно, давайте. Ну, благо, это все быстро, то есть, хотя бы здесь быстро она все разблокировала, все, я зашел в личный кабинет. Я говорю, ладно, я пока уходить из банка не буду, говорю, сейчас попробую перекинуть себе на другой банк по, ну, себе. То есть, я до этого перекидывал на другой банк в другом человеке, ну, перекину себе, и уже из того банка дальше перекину, куда нужно. Значит, перекидываю себе, мне опять, бум, ваша карта заблокирована, короче, вы опять пытаетесь провести опасную операцию. Я, да еб твою мать, я опять иду, и руляю, значит, талончик, прихожу уже к другой тетке, ну, короче, не в это, ну, не в то окошко, которое первое стало. Там же какая-то тетка, видать, более старшая, потому что она меня спрашивала, а кто вам сейчас, кто помогал? Я говорю, у меня вот там в том окне, по-моему, ну, понятно, она мне, короче, объяснила, что вам карту разблокировали, но вы опять сейчас попытались сделать большой платеж, и, короче, ваша карта сейчас находится под мониторингом системы безопасности, вот, и что, типа, и любой сейчас платеж вы даже сами себе не можете перевести, говорит. Единственный вариант, что я могу посоветовать, я сейчас вам напишу, ну, я написал запрос, что вы, короче, вы это вы, что это вы пытались это провести, чтобы у вас, ну, подозрение в службу безопасности убрать. Там она что-то там написала какой-то запрос, говорит, попробуйте, единственный вариант вам сейчас снять наличку и найти, короче, банкомат того этого банка, куда вы хотите перевести, и положить туда непосредственно наличку. Говорит, ну, говорит, у вас два варианта, либо у вас, короче, снова заблокируют карту, либо вы снимете наличку. Ну, вот этот вариант хотя бы сработал, что наличку себе снял. Она говорит, ну, вот сейчас часа два-три, короче, вам нельзя никакие операции по карте, там, ни счета на счет, ничего никуда. Я говорю, я все, слушаю, говорю, ладно, давайте, спасибо, супер банк. Ты мне когда вот сейчас рассказывал, у меня эти вьетнамские флешбеки, когда у меня таких вот, на самом деле, такие проблемы, я частенько с ними сталкивался, давно, правда, вроде их не было, но не удивлюсь, если снова будут, это когда какие-нибудь финансовые подвижки между Китаем и США. А, и Америкой. Ага-ага-ага. Знал бы, это можно отдельную серию подкастов просто записывать. Тебе же там надо какие-нибудь декларации, типа, записывать, даже доход, там, из другой страны, там, вот это там налоговое тебе приходит. Не-не-не, я даже не про это, я даже не про заработки, а просто вот именно какие-нибудь трансферы. Тебе американские банки, да, блокируют, они же говорят, там, так, Роман, что-то у вас Китай спасает. Там, там, нет, там и то, и то, там, там это и с той стороны, короче, и там, тут как бы с обоих сторон предвзятость, знаешь, вот этот prejudice максимальный, знаешь. И там, знаешь, ты что-то каждый раз... С торговой войны с Китаем идет, Роман, а вот тут деньги с Китаем. Да, вот тут, да, вот тут, да. То есть ты каждый раз, когда я что-то там делаю, но сейчас как-то с этим стало попроще, но вот раньше, там прямо ты, то есть каждый раз, когда ты что-то делаешь, ты просто скрещиваешь пальцы, типа, с какой стороны что-то как бы маякнет, стой или стой. Там, бац, типа, так, понятно, с той стороны. Если там, то есть с китайской стороны, так, погнали, там, через моих китайских знакомых, через китайские связи. Если там с американской стороны, погнал, тут я сам, короче, это такой геморрой. Я говорю, я мог бы, не знаю, 7 подкастов записать, рассказывая байки, какие вообще курьезные штуки. Просто, знаешь, иногда, ну, ты просто головой как бы даже не можешь, как вообще, то есть, что же происходит-то, как бы, я же не робот, я же, как бы, вы что, как-то, где, как бы, человеческая искра, человеческая мысль вообще в этом, диалоги есть или нет? Поэтому, поэтому, Вась, твою боль, я прекрасно понимаю. Да, ну, вот, это я просто, это лирическое отступление было по поводу Стима, да. Из чего еще, ну, из этого, Директ я посмотрел. Ну, точнее, я анонсы почитал, что там, ну, и, а, и подтвердил Microsoft вот то, что The Verge сливали тогда, что вот эти игры, которые выйдут на PlayStation 4, все те, которые обещали, те и сказали. То есть, из такого, из последнего, из новостей, а, еще еще из новостей интересного такого. Тут выложили геймплей игры, которые анонсировали вместе с анонсом PlayStation 5 Little Inside, нет, как-то... Little Devil Inside? Да, да, да. А, да, да, да. А, да, серьезно? А, да, 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 да. Что-то там, у них, у них, короче, какая-то это... Творческая пауза произошла. Ну, у них там что-то какие-то конфликты между... Ну, я понимаю. Именно в команде разработки, что-то они там подужались, их там вообще осталось мало людей. Ну, геймплей они показали, такая... То есть, они сейчас прямо такой большой кусок геймплея показали вообще, что из себя игра будет представлять. Только поинтересному вроде такой сумме. Если в 2020 году этот долгострой выйдет, и там понятно было, что там что-то там за кулисами не того происходит. Ладно, я все ждал, когда-когда, типа, они снова-то с ней выйдут. Ну, рад слышать. А про Nintendo Direct, да, я тоже, когда посмотрел его, на самом деле, я из Директа выцепил для себя интересное только... Я, блин, сейчас забыл как-то игру эту, как она называется, VIVIS, что-то VIVIS, VIVIS что-то Adventure. Короче, игра, где там такой красочный платформер трехмерный про девочку с Йо-Йо бегает. Это от создателей Си и Сеги? От создателей Соник Мании. Да, там из Си и кто-то, да, да. Вот эта игра, она вышла. А, ну вот ее на прошлом Директе показывали, по-моему. Да, ее показывали на каком-то одном из прошлых Директов, и сейчас она вышла, и ее прямо все расхваливают. Мне вот очень интересно ее попробовать. А так все остальное там, все нормальное, но вот эта игра прямо не выделилась. Надо будет... Естественно, сейчас я не могу в нее нырнуть моментально, но она прямо меня привлекает. Особенно зная, что эти люди Соник Мании сделали там великолепной, то мне очень интересно, что они как бы с каким-то новым своим и собственным продуктом сделали. Я не помню, как она называется. VIVIS, что-то она VIVIS, какой-то Big Adventure. Не так... Не цитируйте, пожалуйста, меня. Ну вот, короче, с Йо-Йо связано. А так как я еще и любитель Йо-Йо, вот это еще отдельная штука. Блин, сейчас говорю, мне прямо хочется купить, купить, что ли, вот после записи подкаста сорваться, сколько отрицательных... А Йо-Йо? Не-не-не, игру. Йо-Йо-то у меня есть. Йо-Йо у меня есть. У меня, наверное, штуки три, наверное, их осталось. Ты прям там это... Ты трюкачить можешь там? Ну, я в свое время вообще много умел. А сейчас там, может, такие самые базовые, там, водопад, собачка на прогулке. Базовое для меня это просто вниз опустись и поднять обратно. Это базовое. Базовое это, значит, водопад. Это когда ты три раза, короче, вперед и стреляешь. Ребенок в люльке. Это типа между пальцами. А собачка на прогулке, это когда по полу ее катишь. На полу. Еще что там было? Лавина. Лавина это когда по телу она у тебя прокатывается. Ты типа как бы ее по телу прокатываешь или по ноге как бы, и она типа возвращается потом. И что я, наверное, сейчас... Я иногда, я иногда, короче, выделываюсь, когда какие-нибудь у нас вечеринки происходят, я иногда выделываюсь перед своими гостями, знакомыми. Типа, смотрите, у меня есть йо-йо, я что еще умею. Что ты сейчас показываешь? Короче, у меня вот тут есть набор трюков, которые я все еще умею. А в школьные годы, вот, наверное, когда мне лет было, наверное, 13-14, я помню одно время прямо как бы кайф. Когда я там какие-то еще видео, знаешь, из чемпионатов йо-йо смотрел, там, ну, ты просто меня поражал, а все там уже такое... Там люди, вы что, просто, вот, говорят. Я просто, знаешь, такой, типа, охренеть. Это вот как, знаешь, там, смотришь каких-нибудь профессионалов брейк-данса, там, просто... Угу, угу. Вот йо-йо, там, какие-нибудь... Меня все такие штуки, там, BMX, когда люди, знаешь, показывают просто финты за финтами, офигевают это все дело. Так, ну, что, подожди, о чем мы уже говорили? Куда мы уехали? В йо-йо. Как мы уехали в йо-йо? Я? Ну-ка, ну-ка. На Nintendo Direct еще это-то анонсировали, что Kingdom Come они все-таки выпустят на Nintendo Switch. Я не представляю, что там, конечно, там будет маловарня, наверное, вообще такая жесткая. Блин, ну, если в Ведьмак 3 есть, так что, в Kingdom Come-то не быть? Ну, Kingdom Come, мне кажется, помощнее в Ведьмак. А, да? Серьезно? Нифига. Да. Я думал, что Ведьмак помощнее будет. Не, прикольно, прикольно. Switch, блин, маленький, удаленький. Ох. Свичу просто. Switch это как бы это... Это... Я не знаю даже с кем его сравнить, короче. Тот, кто люлей дает всем. Хотя разноцветники, маленькие и вроде как детская игрушка. Так, что я хотел сказать, прежде чем на игры... А, Вася, у меня же байка. У меня же байка интересная. Мне в голову пришел... Вот, позвольте мне, пожалуйста, еще пооттягивать рассказы про игры. В последнее время все вот, значит, у нас история, естественно, с Xbox, и с мультиплатформенностью игр, плохим финансовым состоянием Xbox, и люди, есть те, кто понимают, есть те, кто отрицают и там ни в какую не хотят это воспринимать. Я там смотрел в комментариях с кем-то, там даже что-то переписывался, какими-то моментами. И прекрасно вижу, что есть люди, которые понимают что-то как, почему Microsoft делают то, что они делают. Есть люди, которые в штыки не понимают. И вот на этой неделе как раз-таки случилась не связанная с играми вещь, которая просто идеальный пример и иллюстрация, аналогия тому, что с Xbox происходит. Потому что вот, Вась, я вроде тебе рассказывал, а может на подсказе рассказывал, кому-то я даже рассказывал, уже не помню где, что у нас, значит, по все, короче, спортивные команды в Америке, вот если в городе или в штате есть своя спортивная команда, неважно какого спорта, у каждой команды есть какие-то, типа, акции для фанатов. То есть там, если команда делает, то фанаты могут получить какую-то выгоду, либо там что-то бесплатный, напиток, либо какой-нибудь там участвует в розыгрыше. И вот моя любимая команда National Predators, в чьей кепочке я сегодня сижу, хоккейная команда, у них, значит, был с конца прошлого года, нет, точнее, с начала этого сезона, то есть где-то, наверное, с середины осени прошлого года, была акция в, значит, в одной тут местной нашей фастфуд-ресторане, ну, как Subway, знаешь, вот Subway, ты знаешь, да, эти, вот аналог Subway, и там, короче, акция такая, что каждый раз, когда наша команда забивает первый гол матча, неважно, выиграла она матч, не выиграла, главное, чтобы первый гол был забит ими. Столько условий, первый гол матча, по вторникам, високостного гола, просто трех часов в дне. Такое тоже бывает, такое тоже бывает, такие условия тоже есть, и таким решатком есть, есть вообще супер замороченные. Но здесь было все очень просто, если первый гол матча наш, мы можем, короче, на следующий день после игры получить бесплатный вот этот маленький, типа, сэндвич, короче, половинка сэндвича, да, и все, там в интернете просто нажимаешь, код вводишь, все работает. И, как бы, это, ну, это выглядело очень, ну, то есть, блин, первый гол матча, он достаточно, ну, частое, как бы, явление. Особенно хоккейные-то матчи, они же очень часто идут, они там раз в два, раз в три дня очень регулярные, поэтому если первый гол матча, причем даже если они проигрывают, ну, первый гол забили, то ты, как бы, все равно едешь на следующий день и можешь там спокойно заказать. А никакой проверки нету, то есть, ты можешь, там, на несколько людей, как бы, не то чтобы на несколько людей, но, может, там, просто разное имя вбиваешь и можешь, в принципе, на этих заказов-то накидать дофига. И ничего другого заказывать не надо, то есть, параллельно, знаешь, какой-то параллельный заказ делать и прикладывать к этому бесплатно тоже не надо, ты можешь просто ноль долларов просто этот сэндвич получить. И, естественно, как бы, я как поклонник, и от меня еще, тем более, этот ресторан не так далеко, я как бы этим пользовался, но все время, когда я 있는데 приезжал, особенно по мере того, как, я так понимаю, люди начали об этом узнавать, и реклама начала распространяться, то просто со временем ты начинаешь видеть, что ты приезжаешь туда, и там, короче, лежит, короче, 20, короче, этих сэндвичей, и стоят какие-то, знаешь, начали появляться какие-то вообще вот такие смрадные личности, знаешь, то ли наркоманы, то ли какие-то помужьи, знаешь, и они стоят, и они прямо вот, они стоят прямо с телефоном у кассы, такие типа там вбили-вбили-вбили, А у меня еще заказ там на Джозефа. Знаешь, там, минута прошла. У меня еще заказ там на Стэнли. Просто... Обьюзить систему. Вообще просто дичь. Я такой, типа, блин. То есть, понятное дело, что как бы так продолжаться не может. Ну, это просто абсурд. Ты приходишь, там какие-то стоят люди, забирают эти пачками эти сэндвичи. Такой, типа, так, окей. С другой стороны, мои родители. Вот мои родители, которые тоже... Папа у меня поклонник хоккея. И мама с ними вместе смотрит. Они, естественно, тоже про это знают. И я им говорю... Типа, они тоже, ну, я им рассказал. Они тоже такие, мы будем, типа, ездить. Я говорю... Ну, они там, типа, заказывают. Один на маму, один на папу. Едут, там, берут два сэндвича, да, грубо говоря. Я говорю, типа, ну, вы как бы... Типа, хотя бы ради приличия. То есть, вы берете два сэндвича бесплатных. Закажите хотя бы, знаешь, там, маленькую картошку, там, параллельно с ними. Либо напиток. Либо там, не знаю, какое-нибудь чё-нибудь это. Типа, нет, зачем? Я говорю, ну, блин, ну, так же, как бы, не делается. То есть, я понимаю, что вы хотите, как бы, сорвать куш и есть, как бы, эта вот халява и всё такое. Да, можно, но поймите, что так тогда ничего не продержится. То есть, как бы, оно так долго не протянется. А такие, без разницы. Вот, мы всё делаем, как бы, верно. Мы никого не обманываем. Предложения есть. Мы ничего не нарушаем. Они нам разрешают, как бы, они сами предложили. Мы пользуемся. Я такой, да, понятно, как бы, но... Окей. И вот на этой неделе закрыли эту акцию. Эта акция была закрыта. То есть, теперь, не то чтобы полностью закрыли, а теперь просто вместо сэндвича, по тем же самым условиям, первые голы игры, но теперь просто дают маленькую картошку. И маленькая картошка, это, как бы, ну, совершенно не сравнительно. Хотя тоже, конечно, приятно, что они не полностью отменили, но маленькая картошка с полноценным сэндвичем, да, со всеми этими начинками. Естественно, конечно же, это несравнимые вещи. Ну, вот это вот идеальный пример. Вот как вот, вот, когда есть, как бы, идущие, идущие в сторону потребителя, там, не знаю, поклонника, обычного человека предложение, но когда начинают его дико абьюзить, это потом, и в конце концов, все теряем, мы теряем все вообще, все, все, как бы, все теряют. Те, кто поддерживал, те, кто рационально к этому относился, те, кто не рационально, мы потеряли все все. Почему? Потому что... Слушай, конкретно здесь, конкретно здесь нужно было сделать привязку к телефону, знаешь, что один заказ на номер телефона, и все, у тебя нет, у тебя тысячи номеров, и все. То есть, как бы, это уже все-таки не до усмотрения со стороны организации. Не-не-не, там есть, там есть, там есть, была привязка, там была привязка. Ну, так кажется, ты как-то можешь тысячу сэндвичей заказать на один номер телефона. Мне кажется, там надо было, я не знаю, на самом деле, то есть, там, когда ты этот сэндвич заказывал, там надо вбивать, там надо вбивать свое имя, вбивать номер телефона, вбивать свой имейл. Но я думаю, что там можно было что-нибудь левое написать, потому что никаких смс-ок, подтверждений, ничего не приходит, ничего нет. Это уже, это уже, если бы хотел бы этот организатор прямо заморочиться, могли бы сделать, что, ну, они, ну, понятное дело, что с точки зрения компании, возможно, затраты на разработку дополнительного функционала, который в ней был заложен изначально в онлайн-системе, или, например, ну, а ты мог прийти физически не через интернет, а на кассу купить этот сэндвич? Нет, там надо именно по интернету заказывать. А, ну, вот. То есть, получается, раз это только через интернет, то есть, значит, их затраты на то, чтобы ограничить в полу... Ну, это всегда, знаешь, как это... Ну, вот я и говорю, что это пример того, что... Докторику всегда найдут какую-нибудь там постоянно. Да-да-да, и как бы это, блин, обидно. То есть, есть как бы многие люди, которые, вот как я, например, я каждый раз, когда сэндвич векел, я все время в довесок, окей, картошку как бы купаю еще, и приятнее как бы мне... Не знаю, мне просто совесть, не знаю, меня совесть мучает, что я там постоянно буду... Хотя, опять же, я никаких правил не нарушаю. И вот я со своими родителями прямо как бы конкретно... Ну, не то, что рукались, мы у нас прямо... Типа, ну, блин, зачем вы так делаете, как бы вы... То есть, нельзя просто только брать, 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 брать. Надо что-то тоже хотя бы давать. Не заказывайте дополнительную картошку каждый раз, но там, не знаю, каждый второй, каждый третий раз просто хотя бы как символически что-нибудь там закажите еще параллельно. Нет, ни в какую. И я такой, блин, ну все. И как бы я уже считал просто, когда это все прикроет лавочку. И вот все, прикрыли на этой неделе. Продержались они намного дольше, чем я думал, на самом деле. Я думал, там, не знаю, в 2024 году уже не станут этого делать. Но нет. Поэтому... И вот, блин, аналогия, по-моему, с геймпассом тоже самая. То есть, как бы, предложение максимально пропотребительское, но когда ты делаешь так, и ты надеешься, как компания, на добрую волю потребителей, но так как ты ставишь ставку на потребителей, которые вот именно хотят оторвать этот кусок, как бы и себе с большей выгодой, блин, ты, скорее всего, как бы, ты просто погораешь. В плане геймпасса ты здесь имеешь в виду, что... Ну, вот эти предложения все. Геймпасс 30 месяцев за доллар. Да, но видишь, это же предложение тоже от самой компании. То есть здесь по умолчанию сэндвичем здесь является просто подписка геймпасса, которая стоит 15 долларов. Не вот эти вот лазейки, которые есть у людей. То, что это лазейки, это, получается, тоже... Ну, то есть это тоже сама Microsoft, как бы, что вот они не прикроют, это... Хотя они вроде там что-то прикрывали. То есть это все-таки косяк с их стороны. Сейчас-то они вроде уже прикрыли все это, насколько я знаю. Ну, вроде есть. Я не знаю, я не в этой системе. Старгейзер, сейчас пускай нам ответит. У них-то мысль, вот мы вам предлагаем, показываем сервис, вы им пользуетесь, там, три месяца за доллар. Вообще, как бы, претензий нет. Если вам сервис нравится, то мы надеемся, что вы поймете, как бы, и вы понимаете, что его надо поддерживать подпиской обычно, и тогда он сможет продолжить в такой прекрасной форме, в какой он сейчас есть. И люди, я понимаю, что большинство даже понимают это, но платить не хотят или не могут. И все, как бы, и все получается в лужу, и в конце концов продолжаться это постоянно не может. Гиппас может закрыться, да, понятно. В конечном итоге все может истинно. Да, и как бы он становится не окупаемым и все такое. И вот, блин, меня это как бы все время, не знаю, не знаю, как, откуда, то есть на примере моих родителей это точно мне не было привито моими родителями, не знаю, но каким-то образом я, может быть, как раз-таки на основе, именно, знаешь, как вот в противовес своим родителям. То есть, типа, блин, я вижу, что вы делаете, по-моему, неправильно. Я, типа, буду, как бы, наоборот, буду делать наперекор вот этому по-другому. Потому что, при этом, со стороны моих американских знакомых, как раз-таки, вот, наверное, оттуда я и получил, знаешь, этот принцип, что, ну, надо как бы не только брать и отдавать. И поэтому вот так вот. Я ничего не имею против, как бы, людей, которые, там, позволю себе, не могут, на самом деле, для которых, там, является, ну, как бы, не, как сказать-то, не целесообразным платить, там, такой-то, там, ценник за фулл прайс Xbox Game Pass каждый месяц. Вообще претензий нет. Если с деньгами проблемы, это другой момент. Но в то же время, если, как бы, с деньгами такие проблемы, что оплачивать полноценный Game Pass за месяц сложно, то, блин, я думаю, надо тратить тогда свое личное время на что-то точно другое, нежели, там, сидеть в комментариях, в каких-нибудь YouTube-каналах и печатать какие-нибудь гнойные сообщения, что там, вот, это, 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 это. Лучше, лучше пойти и настроить, там, не знаю, научиться деньги, как-то с деньгами своими личными распоряжаться получше, чтобы потом не оказываться в таких проблемах, когда то, что самое, наверное, выгодное предложение на рынке видеоигр, Nintendo Game Pass, фу, Nintendo Game Pass, Microsoft Game Pass, чтобы хотя бы оно-то было по карману и не являлось финансовой нагрузкой. Поэтому вот так вот, хотел бы поделиться такой штучкой. Окей. Так что минутка серьезности заканчивается. Все, Вася, давай прервемся на твою полочку. Я не успел разглядеть, что у Василия сегодня на полочке. Вижу, что чубрики. Два брата-акробата. Так, ну-ка, подожди, не говори, не говори, я пытаюсь сейчас узнать, кто это. Ну, давай. Подожди, это типа какой-то мини-ат-ат, что ли? Да-да-да, это все правильно, это микро-ИТ-ИТ. Я же говорю, сейчас пойдут микронаборы. Это микро-ат-ат. Прикол тебе? ИТ-ИТ с мост-тоездником? А это, короче, у них в комплекте просто мини-фигурки, которые типа пилот там, пилот вот этого. А, ну, типа ты его сам налепил сверху-то у него. Не-не-не, ну, ты когда покупаешь этот набор, у тебя в комплекте идет фигурка и постройка. И вот фигурка типа, она тут предназначена как бы, типа, чтобы сидеть. Вот такой дизайн у них. То есть это, ну, ты покупаешь коллекционную фигурку, она там встречается, например, только в этом наборе. И, соответственно, вот у тебя такая постройка. То есть, грубо говоря, ИТ-ИТ. А это ИТ-ИТ-ИТ-ИТ-ИТ? А это ИТ-ИТ-ИТ-ИТ-ИТ-ИТ-ИТ-ИТ-ИТ-ИТ-ИТ-ИТ-ИТ-ИТ-ИТ-ИТ-ИТ-ИТ-ИТ-ИТ-ИТ-ИТ-ИТ-ИТ-ИТ-ИТ-ИТ-ИТ-ИТ. Да, это который, который был иномбол. Он называется шагоход. Шагоходы вот этого первого ордена. Такой клыкастый. Не первого, а вот которые AT&T. Блин, обожаю этих коров. Очень-очень люблю. Блин. Прикольно, прикольно. Техника. Техники всегда респекты. Даже, наверное, больше, чем персонажам. Хотя нет, нет. Бру. Персонажам тоже респекты. Отлично. За полочку отчитались. Там люди, кто-то там... Сергей, Сергей в комментариях, типа, где Вася достал все эти фигурки Lego? Что такое? Откуда ты их заполучил? Почему у тебя бездонное количество фигурок? Я в свое время покупал много. Последний раз когда покупал ты набор Lego? Помнишь? Средний раз именно Lego. Недавно было ли это? Именно себе, да? Именно себе. Чтобы было. А сыну считается, не считается? Давай не сыну не считается. Не считается. Ну, себе. Вот на прошлый Новый год я себе через Денушку Мороза подарил вот этот. Ну-ка-ну-ка. По-моему, прошлый год. Что? А кого подарил? Ну, техник набора. Помнишь, я тебе показывал пикап, который с... Такой пикап, он, типа... Что ты показывал? Я же не помню. Короче, такая техника гигантской машины для, типа, транспортировки. Эвакуатор. Вспоминал слово. Эвакуатор. А, все, вспомнил. Все, все, все. Теперь вспомнил. Который с гидравликой. То есть, у меня просто не был набор с гидравликой ни одного. Я решил себе, что хочу. Это хорошая штука, да. Таким такой, да. Да, да. Окей. Так, все. Пришло время переходить на игры, в которые мы поиграли за неделю. Вася, сейчас я сразу скажу. Вот у меня, так, у нас рулетка Ментата. Помимо рулетки Ментата, у меня еще раз, два, три, четыре игры у меня. Не, у меня максимум, у меня тебе про две смогу. Так, но у меня, на самом деле, не так много везде, потому что большая часть из них я только попробовал. Но давайте, Вася, я первый начну и скажу свои финальные впечатления по Suicide Squad. Потому что я прошел сюжетный режим Suicide Squad и... Понял, что ничем не заканчивается история. Все сказали, что у нас впереди 12 сезонов, Роман. Давайте, мы ждем вас. Возвращайтесь. На самом деле, там хитрый момент с этой концовкой. Но вообще, вообще, я давно не помню такой противоречивой игры, как Suicide Squad Kill the Justice League. Это, как бы, какой-то очень, конечно, странный, странный, курьезный экспонат у нас нынешний. Потому что, с одной стороны, ну, как, в принципе, я в прошлый раз рассказывал, да, и это мнение особо не поменялось в контексте прохождения, что, с одной стороны, вот эта сумасшедшая дичь атовизмов от игр-сервисов, дикий хад, дикие какие-то луты постоянные, постоянные, значит, циферки, постоянные какие-то бонусы там, то-то-то-то-то-то-то-то. Сумасшедшая, как бы, которая полностью, как бы, она, знаешь, как она вот, как кость в горле, знаешь, вот вроде все нормально, кушаем, вкусно. И тут такой, эх, кость. Типа, эх, проглотил, так, едим дальше. Ёпросто, снова, типа, кость, знаешь, такой, блин, ну, вкусно вроде есть. Потому что сам игровой процесс мне понравился. Я даже замечал за собой, когда играл, я всю игру, короче, прошел за Deadshot'а, за который снайпер, да. У него джетпак, способ передвижения. И мне прям понравилось, как, то есть, как выполнено управление персонажей, когда ты особенно со всем этим привыкаешь, все сживаешься, значит, с прицеливанием, с перемещением, с суперспособностями. Мне прям понравилось. То есть, ты чувствуешь максимально полный контроль над персонажем всегда. То есть, ты можешь там бегаешь, бегаешь, там, кувыркаешься, отскакиваешь, потом там в любой момент нажал на одну кнопку, уже полетел, как бы без каких-либо там, не знаю, анимаций дополнительных, без каких-либо раскачек, просто сорвался с места, уже летишь либо вверх, либо вниз, там, вперед, назад, с ускорением, без ускорения. Вниз, там, падаешь куда-то с крыши. Очень классно, потому что тут все бои, они такие очень, как это называется-то, они очень 360 градусов. То есть, так как ты постоянно враги либо в воздухе, враги где-то бегают, враги прыгают, там, с крыши на крышу, ползают по стенам, и тебе надо постоянно 360 градусов вокруг себя контролировать. Тут в каком-то смысле даже она, в ней есть что-то такое от этих, от авиасимуляторов, знаешь, Ace Combat, потому что ты как-то в движении, и ты постоянно целью, как бы, я не знаю, как с других персонажей играется, потому что другие персонажи, у них другое оружие, и у них другие способы перемещения, я только за дэдшота говорю. За дэдшотом мне прямо показалось, вот как будто ты как самолет, можешь зависнуть, короче, в воздухе, расстреливать, потом типа, во, снова полетел, короче, там по стене побежал, отпрыгнул, включил буст, там опять завис. Клево, сам процесс классный, и он такой именно прямо геймерский, то есть он, знаешь, он никогда не прерывается на какие-то QTE, он не прерывается на заставки постоянно, он не прерывается на какие-нибудь кат-сценки, либо, знаешь, какие-нибудь анимации, каких-то так. Нет, он супер геймерский, он супер вовлеченный. Каждое движение, каждую перестрелку, каждый хэдшот, каждую там спецатаку, ты все делаешь сам, все очень быстро, все очень отзывчиво, и играть приятно на самом деле. То есть я заметил все, хотя тут миссии все, в принципе, очень однообразные, то есть там, иди отстреляй кучу врагов здесь, иди уничтожь пушку с охраной здесь, здесь, короче, едет машина, будь как бы ее конвоем, знаешь, конвой, сопровождение конвоя. То есть они все миссии, они все раскиданы по карте, но они все такие примерно однообразные. Подожди, стой, все то, что я слышал из других подкастов, там говорят, там всего три вида миссии. Всего три вида миссии. Ну вот примерно, я думаю, так, наверное, оно и. Сопровождение тележки, и там, приди на точку, постреляй врагов, и по-моему что-то, и там, какая-то еще одна. Приди на точку, постреляй врагов, оно подается под разные... Пострелять врагов-то надо во всех миссиях, то есть там все миссии сводятся к пострелке врагов. Да-да-да, просто в одном месте ты там что-то защищаешь. В одном месте там, например, надо взорвать какие-нибудь типа инкубаторы, которые сначала там надо от них типа отстрелить, генераторы, которые подпитывают щит инкубатора, там 3-4 генератора отстрелил, подбегаешь к генератору, взрываешь, окей, там 3 над генератора. Там какое-нибудь еще другое, там надо какой-нибудь, типа, отстреливать врагов, пока копится атака, короче, какого-то бомбы сверху, когда, значит, атака накопилась, ты там должен заскочить под щит, атака выстрелит. Ну, короче, такое, на время. Но там суть, суть все сводится к пострелушкам. То есть там, на самом деле, даже разница миссий, она даже не настолько важна. Но так как процесс пострелушек, он мне лично понравился, мне как бы было, ну, приятно в нее играть. Именно играть приятно. Да, вырви глаза. То есть ты не доташнивал, как бы? Не-не-не-не-не-не-не. Именно играть, я даже чем больше играл, мне даже больше как бы нравилось. То есть ты ты как-то получаешь вот этот заряд адреналина, там, не знаю, там вовремя, знаешь, супер, типа там накопил, там, тихо, от этого врага отстрелил, тут какой-то мощный выбегает, ты на него спецударом, там, тух-тух-тух, сальто, короче, там, этот дэдшот, короче, там, с каким-то сальто в воздухе, типа он, короче, завалил его, сразу же отпрыгиваешь назад, там, навалилось, что там, 10 врагов на тебя, ты, короче, делаешь атаку, зоновую атаку, знаешь, всех, короче, их вывалил, собрал патроны, там, что-то перезарядил свой щит на джетпаке, там, тихо, на следующую крышу долетел, короче, там, в воздухе завис, у тебя там сбоку написано, например, выполнить, там, 5 киллов, короче, в воздухе, и ты такой завис, там, тух-тух-тух, 5 отстрелял, тихо, бонус получил, очень все супердинамично, как бы, очень, вот это, как называется это, kinetic, по-английски называется kinetic, вот это, короче, инерция, знаешь, инерция движения, она здесь классная, вот, кроме шуток, как бы, она клевая, мне очень понравилось за него играть, я не знаю, как за остальных, я только за дэдшота говорю, но, вот, как бы, постоянная вырвиглазность, постоянная куча на хаде вот этих штук раздражает, а затем постоянный, как бы, каждую миссию маломальскую прошел, там идет вот подсчет, короче, какой там лут у тебя, прилетает лутбокс к тебе, надо его раскрыть, показывают оружие, там, надо сравнить циферки, так, здесь больше-меньше, ладно, окей, меняем там, нет, там какие-то, короче, прокачки, прокачки зацикленные, кстати, куча из них прокачек по скиллам зациклены на комбо, то есть там прямо, типа, если у вас комбо 10+, то там такой-то бонус, если комбо 20+, такой-то бонус, и там прямо в древе прокачек очень много вот этих штук, связанных с комбами, почему-то, ну, потому что комбо здесь очень легко набивается, то есть ты очень быстро можешь отстреливать врагов, поэтому, то есть, по большей части, игровой процесс мне понравился, мне понравились, конечно, тем, чем он обременен вот этой всей лутер-шутерской системой, но мой самый главный принцип, из-за чего я вообще в эту игру играл, это мне хотелось посмотреть, как вот они сюжетом и с боссами разберутся, и тут, тут, конечно, Вась, я думаю, тебе спойлер, ты либо уже все знаешь, либо тебе спойлер не волнует, да, думаю, здесь? Меня не волнует, ты же знаешь, да. Тогда, да, тогда даю отмашку, если вы собираетесь играть в Suicide Squad Kill the Justice League, то, я думаю, можете пропускать момент, потому что я конкретно по боссам хочу сказать. Игра называется Kill the Justice League, что, какой спойлер, что убьют всю Лигу Справедливости? Спасибо. Они заспалены, да? Не, это вот ладно. Мне просто было интересно, как они это обыграют, то есть, блин, супергерои, там, Супермен, Бэтмен, Флэш, как, как бы, как их вообще, ну, можно убить обычным каким-то... Ну, как бы не очень, я так помню, что ты в них из пистолетов также продолжаешь стрелять. И да, босс, битвы с боссами, хоть они и обыграны по-другому, как бы тут есть, как бы, но я не скажу, что даже хоть одна битва с боссом меня здесь впечатлила бы прямо так, что, вау, там, на уровне какого-нибудь, кто там в Бэтмен-арком был там какой-нибудь тот же Мистер Фриз, этот Киллер Крок, там, Пугало. Здесь как-то все попроще, то есть, флэш, это просто ты на арене, он там бегает, бегает, ты его должен, короче, каунтер, типа каунтер-шот, и когда он там копит энергию, ты каунтер ему делаешь, у него, типа, потеряется эта способность уворачиваться с твоих патронов, ты там стреляешь, 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 у него снова суперскорость появляется, короче, ждешь следующего каунтера, он в тебя отпускает какие-то торнадо там, короче, раскручивает, что особенного. Зеленый фонарь висит, короче, в воздухе и призывает гигантские зеленые голограммы, вертолеты, автоматы, ты их отстреливаешь, отстрелял все, открывается, опять же, шанс по нему пострелять. Бэтмен, с Бэтменом, может быть, поинтереснее обыграли, что типа там сначала Бэтмена ты ходишь там в темной, короче, вот этой Бэтпещере в темноте, и он там тебя пытается пугать, пока ты должен газ, короче, отключить, а потом, но потом все это сводится просто к битве с гигантским страшным Бэтменом, который такой типа демон, гигантский просто, и ты в него стреляешь, он тебе кидает какие-то огненные фаерболы, ну это как-то кринжово, это же какая-то дурацкая, короче, хрень. И с Чудо-женщиной биться не надо, она как бы по сюжету хорошая, она просто умирает в заставке. И Супермен, Супермен, Супермен тоже такой как бы что-то летает, 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 ты его тоже фигачишь, фигачишь, ничего особенно интересного. Последний босс, последний босс, тоже ничего особо, причем Брейниак, у него как бы, он с тобой сражается, взяв силу флэша, то есть он тоже летает на суперскорость, суть дела, надо его стрелять точно так же, как ты с флэшом бился, но он параллельно на тебя пускает еще волны как бы врагов, ничего особенного. Поэтому с боссами, блин, я был как-то, не знаю, разочарован, что ли. Короче, от Rocksteady, которые сделали очень классные боссы в трилогии Arkham, а здесь, конечно, они что-то как-то, я понимаю, что они ставили ставку на шутер-механики, что типа надо больше стрелять, надо больше летать по арене, как бы уворачиваться от всех этих атак, и да, да, как бы все вовлеченное, никаких кьюти, и никаких там триггеров, знаешь, катсцен скриптовых, как бы нет, нет, здесь ничего не заскриптовано, здесь как бы все по чесноку надо отстреливать, там энергию снижать, там вовремя делать каунтеры, чтобы там что-то активировать, все как бы геймерски, но как-то без, не знаю, без изюминки, без искорки, никак не очень это обыграно, и сама вот эта подача, что типа мы убиваем этих героев, она какая-то такая, у нее какой-то странный такой эмоциональный посыл, что типа да, они порабощены, их сознание порабощено инопланетным захватчиком, но типа мы все равно холоднокровно пускаем пулю в голову Бэтмену, пускаем пулю в голову тому, знаешь, как-то нету как бы, знаешь, какой-то даже толики, что ли, уважения, как-то странно, мне очень показалось, особенно когда Бэтмен убивают. Да, то есть даже что-то чувство, если бы они как-то это обыграли, что типа да, там мы... Их бы не спасти, там типа да, там что-нибудь такое. Даже как-то да, то есть там была бы какая-нибудь хотя бы нотка вот именно, что, то есть там мы люди, они люди, да, мы злодеи, вы герои, у нас там постоянно с вами борьба, но мы теперь, у нас как бы есть общий враг, и там как-то это... Харли Квинн просто типа Бэтмен, ты же вот тебе, выстрел в голову тебе и все. Это типа как-то осадок у меня остался после этого, какой-то не очень приятный. И он еще в конце так все просто подает, что типа, знаешь, как на каком-то юморной подаче, что типа, все, мы всех убили, йоу, там погнали дальше биться, знаешь, это как-то странный какой-то посыл такой, это как-то... Очень специфически как-то я... Я ощутил на самом деле этот момент, и... Что-то было еще-то из этого. А, а, да, и вот, короче этот, Endgame. Ты вот вас, да, провел, что, когда ты убиваешь одного Брейника, и потом говорят, что нет, у Брейника еще в разных, короче, в разных вселенных, вселенных есть его версии, 12, в общем 13, одного мы убили, у нас еще 12, и это типа их заманут, на дорожную карту, надо будет типа гоняться с нас Брейников, типа, следующий сезон будет связан с Джокером каким-то образом, потому что там тизер Джокер, потом какие-то еще там у них тизеры есть, на каких-то еще других злодеев. Не знаю, я не знаю. Понятно, что возвращаться к этому на первый сезон я точно никак не буду, с игрой я уже распрощался, но... На плачь не бить не будешь? Там, мне кажется, она несложная. Не-не-не-не, да ну, не-не-не, как бы, эта игра не настолько не вызвала у меня положительных впечатлений, настолько... Хотел бы ты вместо такой игры, знаешь, ну, может, я сейчас свои пожелания скажу, что я бы, наверное, хотел, чтобы это было как Стража Галактики. Линейная игра, где у тебя линейный уровень, сюжетно-ориентированная, где вот у тебя классные заставки, как это умеет Rocksteady, вот такие прям реалистичные. Пускай, наоборот, если вспомним Стражей, там как раз все ругали боевку, что она была однотипная, ну, и она все не задавала, там, сколько там, часов 20, я не помню, за сколько я ее прошел, может быть, за часов 20 я где-то и прошел Стражей, то есть, грубо говоря, если бы здесь было бы даже не 20, а 10 часов, но с этой механикой, именно сингл-приключение, мне кажется, она бы больше зашла, если бы они сделали бы упор на сюжет именно и могли бы... Мне кажется, она так и задумывалась, мне кажется, вот эти все лутер-шутеровские сервис-пределки пришли к тому, эффективные менеджеры рассказали, мне нужно... Вот эти все заманухи, крючки, надо все как бы ставить, и поэтому оно и смотрится здесь настолько неорганично, то есть, оно вообще не вяжется по фестованию, с какими-то, знаешь, заставками киношными, с... Знаешь, традиционные, здесь есть вот эти все рок-стедевские штуки из предыдущих игр, то есть, там, вот эти загадки Ридлера, загадочника, да, они все есть, вот как в Бэтмене были, то есть, ищешь, либо загадки решаешь, либо ищешь вот эти зелененькие трофейчики, вопросики, все это есть, есть какие-то там куча-куча лоровых отсылок есть, то есть, знаешь, какой-то там, не знаю, вот этот Daily Planet, или Daily Bugle, Daily Planet, короче, газета, газета, где работает, знаешь, может кто-то залететет, там, какие-то лоровые, короче, пасхалки везде, все это сделано, как бы все нормально, и параллельно, как бы, там, Daily вылетел, вторжение, вот в этом районе, знаешь, полетели, луты, такой-то, седьмого уровня можно здесь получить, как бы, блин, почему это как-то так странно все так, и поэтому я говорю, супер, короче, противоречивая игра, то есть здесь есть хорошего, но на, как бы, на выходе я скажу, что плохого, или как бы слабого, здесь больше, чем хорошего, хорошего есть, но все-таки, того, что у меня вызвало, негативные, либо смешанные ощущения здесь больше, чем хорошего, поэтому не буду я ее рекомендовать, и, как бы, честь особую, я очень, единственное, что я надеюсь, что студия Rocksteady переживет эту игру, переживет это сумасшедшее потерянное время, потерянные человека часы, деньги, что их не закроют, что как-то это все выгорит так или иначе, и они там на следующий проект, у них там, не знаю, будет вернуться к своему фирменному стилю, забудут как страшный сон эту ситуацию с этим Suicide Squad'ом, я вот очень надеюсь, потому что студия талантливая, правда, конечно, куча народа уже из нее ушла, потом у них там Sefton Hill, главный человек по имени Sefton Hill, который главный идеолог всех игр Бэтмена, он ушел, хотя он в числице одним из первых в титрах Suicide Squad'а, но я знаю, что он уже покинул эту студию, поэтому тоже не знаю, кто-то на самом деле на будущее у них есть, но закрытия точно я им не желаю, желаю им пережить просто этот момент, так что вот, Вась, давай, что куда дальше, на рулетку, или ты хочешь что-то рассказать, что-нибудь другое? Ну, как скажешь, хочешь, давай я расскажу, а потом про рулетку можно так. Давай, давай, потому что рулетка у нас стартанет тогда фантастический блок сегодняшнего подкаста, поэтому давай, Вася, рассказывай, что у тебя еще как-то. на этих выходных, которые были, я снова ездил на день рождения к другу, вот, и как в прошлом году мы пошли снова играть в VR, развлечение, идем, играем в VR. А, в клуб? Да, в VR-клуб, да. О, в VR-клуб, блин, как это вообще работает? Просто приходишь, на тебя по часу или как-то нам заказать? Ну, да, там, он заранее бронировал, ну, я посмотрел, большинство берет, то есть я удивился, во-первых, что когда мы там были, что там прямо, типа, у них народ прям приходит и приходит, то есть там постоянно, то есть мы когда были там, мы пришли, там люди были, пока мы, ну, у нас было на два часа, а там все, я так посмотрел, где-то по часу берут, и они вот там, пока мы были за час, там семья одна пришла, прямо там, типа, папа, мама и дочка с сыном, там. Вася, Вася, а клуб, в VR, нету больше ничего, Да, только VR. Да, но там VR, и у них есть еще отдельная зона, там лежат эти такие мешки, наполненные этим, ну, там телек и PlayStation 5 у них там есть, на четверых там, вот, а так там, в прошлый раз мы были, клуб был поменьше, в этот раз от этой же сети, но клуб был побольше, потому что у них было 8, вот одновременно, получается, игроков могло быть, ну, в VR. А какие шлемы? Они используют вторые квесты, ну, с каким-то специальным датчиком, короче, ну, или это батарея, ну, короче, то есть, игры запускаются на ПК, но они стремятся по Wi-Fi, или, может, датчик Wi-Fi какой-то, то есть, без проводов, то есть, там все без проводов, все вот эти, значит, ну, мы когда уходили, они спрашивают, ну, что, ребят, что, как там, на следующий год тебе придете, мы говорим, ну, если третьи квесты у вас появятся, говорит, тогда ладно, зайдем, посмотрим. А, типа, они вас знают, что вы приходите раз в год? Нет, они не то, что, ну, знаешь, они так просто спрашивают, типа, ну, вам понравился или нет, и вот, мы, ну, как, типа, еще раз придете, ну, я-то шучу, говорю, ну, через год придем, говорит, тут будет с вами рождения, придем, вот, и друг мой говорит, нет, ну, если вы квесты третьи купите, как бы, да, а он говорит, ну, может быть, да, как раз уже, ну, я, кстати, смотрел, у нас сейчас третьи квесты, они, там, можно, наверное, от 60 найти их, то есть, вполне себе адекватная цена, в принципе, PSVR 2 на старость, по-моему, столько же, стою. Вот, значит, мы, ну, у них, как бы, вот, тоже минус этому заведению, мы, ну, во что будете играть, там, Есть алкоголь? Алкоголь есть в заведении? Ой, слушай, я не знаю, мне без алкоголя было, там, не очень, скажем так, вот, ну, просто, это же тренируется в вестибулярка, да, у меня, как бы, ну, из-за того, что я не играю на постоянной основе, поэтому, когда, вот, непосредственно игры, где у тебя есть передвижение на стик, то, ну, меня через час, меня прямо укачало, я уже чувствую, что мне, короче, это меня поташнет, и говорю, так, давайте-ка снимите, я пойду продышусь, посижу, вот, вот, короче, мы, ну, а что будете играть, вот, мы вам советуем, значит, Arizona Sunshine, говорю, ребят, ну, мы уже, мы в это играли, там, вот эту пиксельную, там, графику уродскую, не надо, ну, типа, для новичков, говорит, первый раз, говорю, не, мы не первый раз, мы уже играли, прошлый раз, ну, вот, есть Arizona Sunshine, и второй, самый популярный, они тоже про зомбаков, я уже забыл, как мы с тобой вспоминали, там, какой-то, Arizona Sunshine, про зомбаков, я уже коопный, про зомбаков, только уже такая, там, крутая графика, говорю, не, мы это играли, давайте, ну, что-нибудь другое, ну, что-нибудь, и мы у них еще не спрашиваем, вот это есть, и начинается, ну, это мы вам не сомневаться, то есть, знаешь, такое ощущение, как будто бы, ну, обычно так делают, знаешь, я как человек, который до этого работал на тренажере, и когда к нам приходили, что-нибудь просили сделать, а ты понимал, что твой тренажер этого не может, или лучше это не показывает, ты пытался не сказать, что нет, этого нельзя, а ты пытался сказать, давайте я вам что-нибудь типа другое предложу, и вот у них такое же, такое ощущение, что политика, там, например, ну, когда я уже, типа, от пацанов, это, из КАОП ушел, я говорю, так, давайте в одиночную, ну, я говорю, давайте в это, в одиночную ПГ, я говорю, у вас есть это, Синтрайдерс, я говорю, вот у меня, типа, знакомый, совет, Синтрайдерс есть, знаете, он есть, но он больше не поддерживается, как бы, разработчиками, они его забросили, и вообще, мам, мне советуют, давайте битсейбер, я говорю, блин, ребят, я вас что спросил, я вас спросил, я знаю, что битсейбер, я вас прошу Синтрайдерс, или, я говорю, что, плохо слышно, а там же, ты вот, когда играешь, там, на тебе, вторые, что-то плохо слышно, Вася такой, даже, Suicide Squad. Не, ну, просто я в плане, я в плане того, что мы вот, когда играли, там звук, который идет, он идет через сам шлем, то есть, там тебе наушники не дают никакие, и, соответственно, ты как бы, я думаю, что ты знаешь, к ним такой, типа, я хочу Синтрайдерс, ну, Синтрайдерс, что, плохо слышно, что ли, Синтрайдерс, скачал. Не, 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 я не боковал, я им в виду, что, может быть, типа, плохо слышно именно в геймплее, потому что там же музыку надо слушать, как бы танцевать, вот, под это. Он такой, не, ну, типа, нету, я говорю, ну, ладно, нету, нету, ладно. Ну, ну, короче, они нам, давайте, Павлов VR, мы такие, блин, ну, а что там в Павлове это, ну, давайте. Ну, для начала, да, сначала, вот, типа, поиграем, там, мы вообще сначала на стрельбище, ну, вот нас там запустили на стрельбище, мы говорим, а там, ну, там есть, типа, кооп, ну, он говорит, там есть Deathmatch, ну, типа, друг против друга. Ну, блин, а что они там в траве поместятся? Ну, там, говорит, есть зомби-режим, но сначала вы поиграете друг против друга, чтобы вообще освоиться с механиками. Ну, ладно, вот она сначала на стрельбище, потом запустили, вот, сначала Deathmatch, там принцип такой, что ты начинаешь там с какой-то с крутой пушкой и за каждое убийство у тебя, типа, меняется оружие и все это происходит до того момента, пока ты не останешься с ножом и побеждает тот, кто последний, типа, с ножа убьет, короче, ну, игроков. Вот мы втроем играли, там такая небольшая карта, ну, мы, наверное, в коопе, ну, вот в Deathmatch мы, наверное, ну, где-то полчаса мы, короче, ходили, что Pal of VR, то есть там, как бы, сама графика окружения, оно, ну, допустимое, скажем так, то есть, ну, как бы, графика никаких-то звезд с неба не хватает, нормально, но пушки там, как бы, проработаны, да, мое почтение, то есть там именно есть прикол в том, этого Pal of VR, что у тебя каждое оружие, оно по-разному перезаряжается и ты должен знать, то есть, ты там, тебе попадается какой-нибудь там, ну, я вообще название не знаю, этих оружий там, М-60, ну, ну, да, там, карабин, да, вот это, там, М-16, например, то есть, ты обойму выстрелил, так, тебе нужно, там, у тебя правая рука, это ты держишь оружие, а левой рукой ты должен, значит, так, сейчас ты сначала, а, да, ты сначала, ты левую руку, ты типа, сначала вытаскиваешь обойму, потом из кармана должен прям достать, типа, обойму, вставить и еще найти там, ну, там есть оружие, которое надо, знаешь, там, это первый патрон заряжать, вот это, ну, непосредственно, патроник, да, назовем так, а есть, есть, которые не надо, но в основном надо, и там, например, когда со снайперки стреляешь, ты со снайперки стрелял, и тебе нужно вообще там, там, сюда завел, отвел, патрон достал, один патрон засунул, завел его, завел, и потом только стреляешь, ну, то есть, вначале я шел еще нормально, в плане, ну, то есть, я там как-то быстро дошел до снайперки, и со снайперками я, короче, сломался, потому что, И снайперок стрелять там, ну, как-то было нереально. То есть там парни, этот этап со снайперками, когда они до него дошли, они его проскочили, они как-то вдвоем рядом стали друг с другом. И, то есть там стреляли не с прицела, а просто, знаешь, как бы стреляли на ушальной пули. А снайперка типа снова выстрелы убивают. То есть ты там, потому что Слоун, по-моему, тебе дается, который из «Контерстракта»… — Подожди, а у вас сложность? А прицеливаться сложно или ничего? — Да, во-первых, сложно прицеливать, потому что ты, когда через снайперку там вот этот прицел, мне кажется, вот в «Фарпойнте» на PlayStation VR первом еще это было круче сделано. Ну, просто там, может быть, ружье вот это было, которое в комплекте шло с игрой. Ты как бы там, когда прицелился, ты прямо вот в коллиматор смотрел, и у тебя там, ну, такое небольшое увеличение шло. А здесь у тебя получается большое оптическое увеличение. Ты берешь, а ее прям шатает вот так. То есть она вот так летает, ты там кого-то выцелить, я не знаю, это, ну, может, нужно супер-кладнокровным чуваком быть, стоять, знаешь, там, замереть. Может быть, лечь надо, если ты ляжешь, у тебя руки замрут, ты же так поедет. Ну, просто он как-то же считал. Там, в чем прикол, ты как бы, левая рука, ну, это твоя левая рука в игре, ну, он как подсказку там, мы тебе ходили вот эти администраторы, он говорит, со снайперки нужно стрелять из двух рук, потому что, ну, во-первых, ее вот так не шатает, и с двух рук это означает, что ты левой рукой подносишь джойстик, берешь как бы снайперку, и у тебя прям рука, ты видишь, что ты, типа, ее взял. Ну, а так как ты ничего не прижимаешь физически, ты как бы там чуть-чуть, знаешь, там вот так шевелишь, джойстики это считывают, соответственно, она у тебя там постоянно гуляет. Вот, и, короче, со снайперками я так этап не прошел, парни там дальше, а, нет, по-моему, я дошел, по-моему, да, все-таки как-то мне удалось пройти, но парни уже быстрее там дошли до ножей, они выиграли, вот, и мы потом запустили зомби-режим. Зомби-режим там классический, мы в какой-то... Волны, да? Да, 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 там, то есть ты начинаешь с каким-то базовым пистолетом, потом, значит, набегает волна, ты отстреливаешься, появляется чемодан с лутом, идешь к нему, выбираешь там какое-то оружие на следующий раунд, и так вот это происходит. То есть мы еще где-то полчаса поиграли, уже через час меня укачало, я говорю, блин, все, парни, давайте я вас оставляю. И я говорю, привет, и я... А у тебя было перемещение полностью, как бы полное перемещение, да, свободное? Да, 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 потому что до этого я помню, что мы играли в... Вот в прошлом году мы играли в этот... В Arizona Sunshine, и там было телепортами. Я понял, что телепортами мне не очень нравилось. То есть я тут часто делал, что я поворачивал не головой, а стиком поворачивал, мне это было быстрее и удобнее, да? То есть мне нужно... Я там понимаю, что мне нужно сейчас там на 90 градусов развернуться, и меня не головой, я проще развернусь. Хотя не знаю, почему. Наверное, если бы я разворачивался бы сам, может быть, меня бы так и не укачало. Ну, вот я здесь с этими поворотами. Короче, именно ходьба... Вначале вроде было нормально, но потом я подукачал, я такой думаю, не, все, короче, завязываю, вот. И потом... А, парни потом встали, они... Лежать на диванчик. Ребята, я полежал. Я посидел на диване, попил там воды. Вот он мне там что-то еще советовал. Куда? Ну, вот Битсейбер, либо Рагнарог. Я говорю, ну, я типа в то и в то. Ну, Битсейбер, я представляю, что ты такой? Я не хочу. Я говорю, а Рагнарог, я говорю, мы в прошлом году играли, ну, тоже неинтересно. Вот. Там, например, семья, которая пришла вот вчетвером играть, они играли... Там популярная забава, я так понимаю, что это... Ну, там сеттинг фантастической средневековья, то есть там у тебя из оружия лук, я так понимаю, и там нету ходьбы, то есть ты именно на вышках стоишь, ну, то есть ты стоишь на вышке, и там идут там орды орков или что-то такое, и ты их как бы из лук, то есть ты там колчан достал, стреляешь, колчан достал. Вот они там, пока мы играли, то есть мы слышали, они там, вот так, на эту башню, так, телепортируйся туда. Там с моря, они заходят с моря. Вот, но там перемещения не было, там перемещения, ты тоже из лука стреляешь в телепорт, и тебя теперь телепортируют там на ту вышку, на которую ты хочешь переместиться. Ну, их как бы не укачало. Там, кстати, по-моему, отца тоже семейство укачало, когда они тоже стали вот играть в ту игру с зомбями, в которой мы в прошлом году играли, вот, который я забыл название. И, ну, я потом сел там у них, это меню есть с играми, я смотрю, говорю, о, слушайте, там у вас какой-то, типа, бокс есть. Он опять, он мне опять начинает, да там, короче, что там, типа, вы уверены, вы уверены, вас там размотают, ну, там, типа, вас размотают. Говорю, блин, ну, пускай меня размотают, я хочу дать бокс, может... Типа, вы точно уверены? Я точно уверен, там, игра называется, там, Creed Rise to Glory, это вот уже по... А, так это я знаю. По новому фильму. Да, я запустил, я выбрал режим, там, бегинер, там, все, там, то есть мне там объяснять не надо, там, здесь меня уже не укачал, ну, то есть ты можешь как бы... А, там, то, что ты будешь ходить, твоя ходьба не считывает твое, ну, это... Местоположение? Да, то есть там, чтобы ходить, ты так руками должен, то есть если к сопернику подойти, ты просто руками так вот машешь, и ты к нему подходишь. И поэтому я как бы не укачивал, то есть, но вот все движения там, у вороты, удары, то есть мне вот эта игра гораздо больше понравилась, именно даже, чем Павлов, потому что, знаешь, я там под конец, там, третьего раунда, я уже, знаешь, так, уже чувствую, что... А я слышал, да, я слышал, что эта игра на тебя, нормальную, как бы, еще физической... Ну, да, ну, там, может быть, есть вообще там тренировки заходить, там еще это, что-то... Я просто выбрал там, типа, режим там сражения, сначала выбрал новичка, там какой-то такой, ну, вышел против меня худой чувак, вот. Я его там загасил. Там так прикольно, там, когда тебя, например, тебе делают, как первый, нокаут, да, когда просто падаешь первый раз, вот. Там, получается, камера, как бы, от твоего тела, она так вылетает в зал, ну, туда, когда ты в темноте, и ты видишь впереди ринг, и ты должен, ты должен, как бы, бежать к рингу, а там в этот момент, там, типа, этот... Рефери там... One, two, three... Там на пять ты успеваешь добежать, там все, залез и там опять лезешь, ну, мочиться. Там есть какие-то... Ну, то есть там интересно, на самом деле, если было больше времени, или, знаешь, там, дома, вот, если играть, там, наверное, если разобраться, там куча интересных механик, там есть какие-то комбы проводить. То есть там в какой-то момент я вот с этим новичком, я что-то сделал, смотрю, у меня какие-то эти появляются, ну, как это такие... Зеленые зоны, назовем так, что, типа, бейте сейчас сюда. Там все, я начинаю бить, и я ему какой-то комбы провел, он там все там в нокаут. Либо, когда тебя, наоборот, атакует чувак, у тебя там тоже появляется, там, ставьте блок там, типа, ну, руки там куда-то там в блоках, то, что он должен разводить. Вот, потом второго чувака я выбрал уже уровень средний, выбрал какого-то такого мясистого быка, вот он уже на нормальную сложность, я не смог его победить, он меня, короче, постоянно... Да, да, за мясистый. Да, да, да. То есть я ему один раз, я ему нокаут сделал, но он, короче, меня вот... Я еще два матча сыграл, он меня завозил, все. Ну, и все, а парни поиграли еще в этот сериус сам вдвоем, они постояли, постреляли. Вот, а я, в принципе, не играл. То есть, как VR опытом, в этом году доволен, нет? Слушай, ну, вот этот крит мне, в принципе, понравился. Павлов, ну, такое, как бы укачало. Но я понял, что мне было бы, возможно, интересно поиграть. У нас есть еще аттракционы, где тебе, типа, вешают, как компьютер на спину, там, шлем, и ты ходишь прямо. То есть ты ходишь, и там считываются твои передвижения. То есть ты не джойстиком ходишь, тебе дают муляж оружия, шлем, и вы там просто друг друга ходите, видите, там, возможно, говорят какие-то, ну, что график у них устарел, но пока не попробуешь, не узнаешь. Угу, угу. Интересно. Блин, ну то, что как-то тебя, типа, да ладно, что ты хочешь пробовать, какой кокборд. Это как-то странно, что за чувство. Ну, да, и причем, вот, друг тоже заметил, блин, они какие-то странные, у них как-то не сервисно ориентированное, а именно, что, что не спросишь, ну, это там, да, реально такое ощущение, что, может, у них машины не тянут, я не знаю, или лагает там, или опыт какой-то плохой людей. Ну, блин, дайте мне попробовать, я скажу, нравится мне или нет. Типа, они боятся, может, что тебя там укачают. Или, может, они боятся, что у меня негативного опыта, то есть они, знаешь, мне хотят прям хиты, там, давай тебе Себер, там, Half-Life Alyx, там, сейчас мы вам включим, там, еще такое. Ну, блин, я вот не знаю. Ну, может, если ты, идешь так, у меня друг, он хотел попробовать фазмофобию в VR. Ага. Вот. Ему, говорит, ну, у них там даже, о, говорит, это очень сложно, это, говорит, там, типа, ну, это, во-первых, вам нужно по-хорошему, чтобы вы сначала вообще на ПК в нее поиграли, потому что она именно сложная с точки зрения вообще понять, что там делать. То есть там, он говорит, ну, максимум вы в доме там окажетесь, и, я так понимаю, там какие-то призраки, там, да, что-то появляется. Он говорит, вы там, типа, не выйдете даже из дома. Ну, мы хотели, но они так отговорили, типа, опять, нет, нет, ну, нет, нет. Я говорю, ладно, мне в VR, конечно, еще хоррор играть, это было последнее, что бы я хотел, говорю, ну, слава богу. Блин, меня бы это выписало, если я пришел, блин, играя в списке, а мне еще такие, типа, да не, не надо, это не надо, хрень, не умирай. Да, да, да. Что-то фигня-то, я хочу попробовать, блин, я бы был бы прямо, я бы сказал, ты давай, ты включай, что там, что, не слышно, что ли? Я сказал, что, они плохо слышны, что ли, меня? Прикольно, прикольный опыт, прикольный опыт. Блин, Синтрайдерс, я бы хотел, конечно, странно, что ты, вот, вот, вот враньё-то, а, буквально вчера новый патч на Синтрайдерс вывалился. Видать, у них, у них в Стиме, там, что-то не вываливается, не знаю, жуки какие-то. Качал. Я не знаю, как у них же это все работает, ну, ты-то с точки зрения сингла, а у них же все вот эти Павлов VR, все вот эти VR-ные штуки, они какие-то там, ты на какие-то сервера подключаешься и играешь в закрытой комнате, и я не знаю, это специально, вот, это разработчики это делают для таких вот VR, как бы, индустрии, ну, да, вот этих клубов, или как, то есть, если у меня дома есть собственный VR, я тоже обязан какие-то вот, типа, на сервер на какой-то подключаться или что-нибудь. Сколько я знаю, Павлов там есть. Павлов там, что-то с серверами прямо потому что там есть кроссплей, прямо вот между всем PSVR, ПК, но там как-то все очень странно. Я не знаю, может, сейчас они это изменили, но я помню, что на старте, так как Павлов, типа, один из хитов, как раз-таки, PlayStation VR 2, но я помню, там было очень много обсуждений, что, мол, как там найти друг друга, там как-то очень сложно находить вот друзей, с друзьями, но там как-то все сложно. Короче, поэтому, да. Но норм, норм, норм. VR, VR, не частый гость у нас на подкасте, но тем не менее, рад, 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 что у вас у тебя был опыт. Так, давай тогда, ну, все, начинаем фантастический, научно-фантастический блог этого подкаста. И начнем мы его тогда с рулетки Ментата, нашей вечной рубрики, регулярной рубрики, где мы наугад, по рандому выбираем одну из игр, представленных, в частности, в сервисе PlayStation Plus Extra, ну, и доступной, скорее всего, на других платформах, выбираем ее, и за неделю мы с Василием с ней знакомимся, и потом делимся впечатлением, обсуждаем, что за игра такая у нас получилась. В прошлый раз нам выпала игра под названием Journey to the Savage Planet, на русский это переводится как путешествие на дикую планету, игра 2020 года от уже не существующей, к сожалению, студии... 2023-го у меня стоит, почему не... оригинальная версия 2020-го, но то, что мы играли на PlayStation 5, это версия Employee of the Month, которая 2023-го. Но оригинал 2020-го года от несуществующей студии Typhoon Studios, плюс игра, которая была одним из проектов, которые делались с поддержкой Google Stadia, дело Google Stadia, она как бы... это была одна из тех игр, которая, по идее, должна была продавать Google Stadia, хотя она не была эксклюзивом Google Stadia, но в ее разработку были вложены деньги именно Google, и когда, значит, Google закрыл свою инициативу Stadia, то закрылась и эта студия, и игра переехала... Игра не переехала, игра просто как-то стала существовать уже вне этого, но изначально она связана с Stadia, и так иначе. Вась, давай, давай, мне интересно, на самом деле, послушать твои... твои мнения тут, что ты извлек из своего опыта игры с игрой Journey to the Savage Planet. Так, ну, начнем с того, что мы... Так, русский язык, я специально проверил русский язык. Ну, субтитры, да, субтитры. Важно. Мы, значит, в роли сотрудника компании Kindred Aerospace, который с гордостью занимает четвертое место в списке лучших межзвездных исследовательских компаний, значит, нас доставляет на необитаемую планету ARY-26. вообще все прям записал там в уголке вселенной. Вот нас туда доставили, значит, и оказавшись там, ну, нас вообще туда доставили, чтобы мы там исследовали мир, там у них какая-то миссия вот у этой есть компании, да? Да, да, что как бы нам подвешивает такую загадочную атмосферу, типа, и нам цель выяснить. И тут же меняется миссия конкретно для нашего челнока, что, типа, значит, так, дружище, давай-ка разберись и доставь нам подробный отчет, что здесь происходит. Сама игра представляет из себя рукотворную, я бы сказал, копию No Man's Sky без полетов в космос. То есть, это такой лайт, выживач, наверное, да? То есть, когда у тебя... Ну, я бы не назвал ее выживачом. Ну, значит, тогда, может быть, ну, наверное, не выживаешь тогда, а, возможно, ее можно назвать Метроидванией от первого лица, наверное. Я бы ее точно назвал Метроидванией от первого лица, и я бы просто сказал бы, что это, мне кажется, лучшее впечатление, которое мне сразу же практически металл в голову пришло, это просто, это как юмористическая, юмористичная версия Metroid Prime. Я просто, я понял, я не играл в Metroid Prime, все, тогда... Это Metroid Prime, но в юмористическом ключе, и в таком более ярком. Здесь прикольный юмор вначале, то есть, тебя каждый раз, когда ты помираешь, по крайней мере, вот сколько раз я помирал, каждый раз тебя встречает какая-то новая упорная реклама, которая там рекламирует, там что там только нет, там можно зависеть, но я уже потом не стал смотреть, потому что эти все ролики, они складывают у тебя на компьютере, ты потом можешь спокойно сесть и все пересмотреть, но они забавные, там эти ролики такие, ну максимально, ну они типа смешные, на серьезных щах, но рассказывают какую-то дичь, там создать своего мясного друга из каких-то там этих отходов, там не знаю, там куски мяса запихните, вот у вас мясной там какой-то будет ваш товар. Чуть-чуть черноватый юмор, юмор, который все будет, корпоративной культуры. Геймплейно, да, то есть мы, значит, от первого лица бегаем, ну вообще у нас цель, наш корабль, он называется дротик, по-моему, в русском языке, наша цель его восстановить, потому что мы при приземлении, у нас что-то поломалось, вот, и изначально мы идем восстановить корабль, но находим эти постройки, вот у нас уже две миссии, получается, вроде... Там, когда мы находим, что планета вроде как была обитаемая или обитаемая, там это все отображается в форме огромной такой башни, то есть ты выходишь на какую-то поляну, и ты видишь перед собой там ввысь в небеса как бы идет такая структура, ну башня не башня, но в общем ландшафт, он как бы не плоский, как равнина, а он именно такой структурой башни, и сразу же буквально там с пятой минуты игры тебе подсказывают, что как бы на протяжении этой игры придется именно вверх по вот этой башне карабкаться, создавать всю эту структуру, то есть она игра... И там, кстати, одновременно с названием игры, собственно, там и название игры появляется на том моменте, когда тебе показывают, что ага, вот твой путь будет вот по этой структуре вверх, и это как бы твое приключение, вот на нем... там же прямо Journey to the Savage Planet большое название, оно как внутри еще, внутри мира игры прямо появляется, вот когда ты видишь... что-то я пропустил... А его можно не увидеть, а если ты смотришь в другую сторону, в принципе... Вот я, может, что-то куда-то отвернулся... Именно объект там висит. Вот, и визуально она очень такая кислотно-ядерная немножко, то есть там такие все цвета, какие-то фиолетово-зеленые... Она визуально очень на No Man Sky похожа. Да, но только если в No Man Sky у тебя там процедурная генерация, то здесь явно, ну, вот эти все... А, нет, здесь все рукотворно. Здесь вся фауна, вся вот эта... вся растительность, это все отрисовано... от... Кандомной генерации нет. Да, и, соответственно, у нас есть... там как небольшие там всякие такие... Ну, как квест там, то есть там, изучи там все растения. У нас есть сканер, там, да, вот изучи всю флору и фауну ты должен изучать. Есть враждебные вот эти животные, есть, которые не враждебные. Враждебных ты можешь как бы их уничтожать, с них получаешь ресурсы. На полученные ресурсы ты можешь купить апгрейды, но апгрейды ты можешь купить только если у тебя... Ну, обычно там любой апгрейд, он связан с тем, что ты должен найти какой-то новый компонент, минерал там или что-то. Вот. И пока ты его не найдешь, то есть ты видишь в меню, что, допустим, вам доступен там, ну, там, следующее улучшение, вот я дошел, да, крюкошку я себе сделал. Вот. Значит, она, причем она как-то появилась в самом начале, то есть ты там увидел какую-то штуку, он говорит, о, я бы смог здесь зацепиться. И там компьютер, ну, ты когда ходишь, с тобой всегда там по радиосвязи бортовой искусственный интеллект типа разговаривает, там, да, мы сможем там, сейчас мы там, значит, а, там такое обусловлено, что ты каких-то запускаешь мини-роботов, которые разлетаются по вот этой карте, и они ищут тебе вот эти минералы, то есть это, типа, откуда у тебя появляются вейпоинты, куда идти там, да, указатели, вот. Это вот тоже типа лором объясняется, что вот эти мини-роботы, они разлетелись, вот они, если они найдут новый минерал там какой-то, который тебе поможет дальше покачаться, то тебя это отобразится на карте. Собственно, все. Вот. Так, что-то я не слышу, не слышу позитива в твоем голосе. Позитива, я просто, меня немножко фрустрирует, что нету карты, я не могу, ну, вызвать какое-то меню с карты и посмотреть карту. То есть ты должен ориентироваться только вот на эту полоску, которая сверху, там такая, как компас такой какой-то, то есть ты выбрал какую-то миссию, ты должен, значит, на 30-60 градусов повернуться, найти, куда тебе указатель и туда идти. То есть я немножко теряюсь в таком мире, я не всегда понимаю, куда мне нужно идти. И там, например, не вижу, ну, там, то есть или я вижу какой-то секрет, там, да, то есть там, я понимаю, что туда нужно как-то попасть, но вот я пока не понимаю, как, меня тоже, это, знаешь, в ступор вставляют, так, сейчас нужно куда-то идти, куда идти там. А, долго я, короче, я долго не мог пройти секцию с этим славой, я даже не помню, в итоге, я, по-моему, прошел эту секцию, там славой нужно было вытащить, ну, короче, там как-то там, в начале, там, перед входом в пещеру, там такой какой-то цветок стоял, который тебя не пускал, вот там такая довольно небольшая, это лавовая пещера, я в этой пещере не видел там какие-то вот эти летающие вот эти, там такие, есть такие животные, которые они, ну, они, я так понимаю, разных видов есть там, которые с шипами, есть без шипов, есть летающие, такие как большие, круглая сова с гигантскими словами, с глазами, можно так и описать, вот, и вот в этой пещере, в лавовой, она, когда они летали, вот там эти воздушные, вот эти совы, я не видно, я слышу по звуку, что типа она где-то летит в меня, а куда стрелять, я даже не понимаю, там, ну, сразу там, практически сразу мы получаем пистолет, с которым можно стрелять, вот, ну, то есть, я не скажу, что игра плохая, то есть, мне, в принципе, ну, она понравилась, я пока не собираюсь ее, удалять, возможно, там, чуть-чуть еще даже, ну, хочу, по крайней мере, пройти, узнать, ну, сюжет, мне, вот чем, No Man's Sky, например, тебе, ну, в свое время, мне, да, не понравилось, тем, что ты захочешь, у тебя миссия, как таковая, просто одна была, добраться до центра галактики, все, у тебя никаких миссий нет, а здесь, все-таки, какой-то есть сюжет, и тебе, хоть чуть-чуть, ну, какой-то есть, стимул, да, вообще разобраться, что происходит, и, да, продвигаться в глубину планеты, там, в глубину, просто не всегда понятно, куда идти, то есть, я там, в этот момент дошел, и у меня сейчас уже тоже, там, журнал забит кучами миссиями, миссиями, и есть, там, называется эксперимент, там, там, типа, эксперимент, там, вставьте, там, какую-то же, там, штуку, три раза, там, в разных животных, там, ты начнешь думать, да, какие-то могу сделать, и там у тебя тоже появляются всякие, то есть, там, как-то, может быть, я где-то в обучении какие-то места упустил, то есть, там есть какие-то ягоды, которые, вроде как липкие, я вот потом думаю, да, там нужно было одно животное, в него, тебе потом дают какой-то шприц, такой, грубо говоря, какой-то, и там была миссия, возьмите, ну, как бы, вот, у этих животных, как бы, образцы, там, их ДНК, а там нужно было взять умеренного животного, который убегал сразу, как только ты, как только тебя видел, убегал, и я, короче, я в него бросил этой липкой штукой, вот он прилип, и после этого я только смог подойти к нему, и, короче, это, вот. То есть, у тебя такие, у тебя такие, не то чтобы смешанные, умеренно, умеренно позитивные, умеренно позитивные, да, то есть, я еще плюс посмотрел по ачивкам, что там, там есть, нелюбимый мне спидран, там, то есть, она проходится за, ну, то есть, там написано, пройдите игру за 4 часа, не больше 4 часов, и, ну, я там нашел видос, там чувак за час проходит, то есть, как бы, это, в принципе, выполнимо, но это прям нужно, типа, знать, куда, куда бежать. Я решил, что ладно, надо первый раз пройти просто, хотя бы, там, по сюжету все, разобраться, вот, а дальше уже за спидран. Я, я тут, Вась, в контраст тебе буду, буду намного более позитивен в контексте этой игры. Я прямо, я, я такое люблю, эта игра, и я очень был удивлен, что на самом деле, эта игра прямо вот, ну, не один в один, но очень-очень видно, что она очень отталкивается и берет за вдохновение именно Metroid Prime. Поэтому вот я сразу могу сказать всем тем, кто, у кого есть доступ к PlayStation Plus Extra, если вы подписаны на этот сервис, и у вас есть доступ, свободный вот к игре Journey to the Savage Planet, и вам интересно, что такое Metroid Prime, как, почему люди любят Metroid Prime, и почему Metroid Prime является такой, значит, легендарной игрой и восхваленной игрой, но у вас нету доступа к свечу, к Nintendo или что-то такое, поиграв в Journey to the Savage Planet, вы сможете понять, в чем фишка Metroid Prime, потому что здесь буквально те же самые, как бы, крюки с максимальным упором на исследование мира. То есть вот ты на планете, и ты, как бы, у тебя во главе всего является исследование, прямо собственное, такое пошаговое, шаг за шагом, метр за метром, исследование вот этой зоны, начиная, у тебя есть стартовая точка, это твой корабль, приземлившийся, и в Metroid'е то же самое, и от этого корабля в разные стороны, куда глаза глядят, естественно, никакой рандомной генерации, то есть все заранее создано, придумано, все эти карты, пещеры, и все-все-все дизайнерами сделано, но у тебя полная свобода, ты можешь идти там налево, ты можешь идти направо, ты можешь там в эту зону пойти, там попытаться запрыгнуть туда, запомнить там какую-нибудь лазейку здесь, которую ты не можешь затянуть, чисто в классических метроидванческом ключе, что здесь ты видишь, что ага, мне нужен какой-то апгрейд, сюда не могу, но я запомнил, вернусь, потом там заскочу, и я такую прямо очень люблю, то есть я люблю вот этот элемент, причем эта игра, она как-то, она не ставит ставку на экшен, она, метроид, он сразу же экшен, то есть здесь надо в метроиде там сразу, тебя убить могут, грубо говоря, да, то есть там челлендж экшен, не шутер-шутер там практически, да, намного больше, Journey to the Savage Planet, она такая более, что ли, сдержанная в плане экшена, и экшен, наверное, он здесь такой немножечко даже корявенький, мне кажется, они, прекрасно, мне кажется, знали, что экшен, и это не сильная их сторона, не сильный их конек, и поэтому они как-то его не так много, и когда он есть, он такой рудиментарненький, стреляешь туда-сюда, но вот этот элемент исследования, и как раз-таки исследование без карты, вот Вася сказал, что ему не нравится отсутствие карты, а мне наоборот нравится отсутствие карты, потому что я люблю, как бы, знаешь, в голове эту карту составлять, то есть так как ты не можешь, ты вот прямо, ну, не знаю, это, мне кажется, то, что разные люди это воспринимают по-разному, но вот у меня голова к такому визуальному, наглядному запоминанию поворотиков, знаешь, вот этот, ага, этот поворот ведет там на ту поляну, так, этот ведет, не знаю, к водопаду, ага, это вот оно ведет то, карты никакой нету, и ты полагаешься только на собственную память, вот эту географическую свою, у меня это хорошо понимается, и я от этого получаю удовольствие, то есть, знаешь, вот этот постоянно возрастающий градус моей личной, как это называется, знакомства с местностью, то есть, когда ты понимаешь, что все, я понимаю, где я, куда идти, знаешь, мне не надо думать, мне надо ничего вспоминать, я знаю, так, так, стоп, так, мне надо дойти до той там башни, ага, это значит, мы идем сюда, 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 мне это очень нравится, я этот кайф ловлю, и вот эта игра, она прямо на это ставит очень большую ставку, то есть, ты как бы, в начале игры тебе показывают, что там, путь в этой игре тебя, ты пойдешь вот туда, 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 по вот этой структуре, ввысь куда-то, мне очень нравится такое, что у меня сразу предвкушение, типа, ва, класс, здесь, там, там, что-то какие-то непонятные огни там горят, знаешь, что это такое, я понимаю, что окей, может, там, через два часа я к разоту доберусь, знаешь, там, а через четыре часа я буду вот в той точке, меня это прямо, это как-то мое воображение будоражит, и я кайф от этого получаю, и, естественно, фантастика, научно-фантастический подход, это чисто тоже моя тема, то есть, здесь весь этот юмор, здесь очень много юмора, кстати, связанного не только вот с твоей компанией, корпорацией, которая тебя послала, и там ее видеозаписи, там вот этот как раз-таки бортовой компьютер, постоянно какие-то шутки откидывает, там вот эти его комментарии, там каждый раз, когда ты сканируешь флору-фауну, и это, кстати, тоже из Metroid Prime взято, то есть, вот эта фишка со сканированием, она прямо один-один из Metroid Prime, потому что таким образом ты как бы знакомишься ближе с миром, то есть, ты можешь там просканировать, ага, что там, это растение, чем она работает, и вот этот бортовой компьютер, он постоянно комментирует в каком-то юмористическом ключе каждое вот это сканирование, и там такой прямо нормальный юмор, он такой на грани, там что-то там, о, там, какой там эти грибы, там какие-то наркотические, там можешь что-то попробовать, там на свой страх и риск, ну там, может что-нибудь... Там есть какие-то эти, которые стоят, это, знаешь, это... Это воздухом, если мимо пробегаешь, то можно словить там, типа, приходит, там все такое разъедется. Там хороший такой юмор, он... Насчет юмора я угарнул, я взял персонажа-пса. Ты не брал? Ты какого взял? Не взял? Ты человека выбрал? А, ты что-то в печали выбрешь. Я человека выбрал. Я взял персонажа, и, короче, каждый раз, когда ты, типа, умираешь, возрождаешься, он там вуф-уф делает, то есть, как я за басомал, то есть, и он все время, вот этот звук, ну там, я какой-то взял, такой еще, типа, с рекламы Чапи, вот такой пес там, типа, видно, что вот, прыгает что-нибудь, а там тоже все время звук, уф-уф, типа, реально они все заворочатся с тем, что когда прыгаешь, там звуки, ну, собаки, то есть, она там не говорит голосом, да, именно, что, типа... Я что-то даже и забыл про это, потому что там же вначале персонажи, типа, свой, как вы выглядите, а, и там как-то вначале, типа, что вы видите, когда смотришь в зеркало, типа, такой вопрос. И потом, ну, там, когда умираешь, они же тоже там объясняют, потому что вот, мы вас там дезинтегрировали, загрузили ваше последнее состояние, типа, головы, а, ну, и тем самым ты же можешь прийти, ну, когда умираешь, на свое место подобрается лут, который у тебя там был, еще и похоронить свое тело, может, там за это даже очевидно есть, по-моему, что в депрессии похоронили, там такая могилка появляется, что-то типа... Ну, да, там есть такие интересные какие-то маленькие моменты оригинальные, ну, в общем, блин, я точно, я очень хочу, понятное дело, что не прямо сейчас, но в будущем, я и до этого, в принципе, про эту игру знал, где-то от кого-то я слышал, может, где-то читал, что она по описанию мне была интересна, а сейчас, когда я сам попробовал, поиграл, точно знаю, что я очень хочу сесть, и когда выкроется спокойный момент, погрузиться побольше в этот мир, потому что мне интересно вот исследовать эту планету, и меня привлекает то, что здесь отсутствие вот рандомной генерации, есть полная, то есть я все знаю, что здесь все рукотворное, все люди, все уголки, все закоулки, все секретики, все разложено рукой дизайнера, и здесь нету именно выживача, то есть здесь нету еды, здесь нету сна, здесь нету там жажды, ничего этого нету, весь крафтинг, он как бы сюжетно обоснованный, то есть там тебе надо набрать, чтобы скрафтить там себе какой-нибудь там новый там джетпак, либо скрафтить там какой-нибудь апгрейд, он как бы, он крафтинг, но он такой, как что ли, именно что он такой триггерно-сюжетный, а не крафтинг для того, чтобы там собери 100 изумрудов, чтобы сделать там какой-нибудь... Нет, 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 здесь крафт именно для того, чтобы тебе проходить куда-то дальше, там, и чуть-чуть улучшить, там, какой-то там есть, я открыл усиленный выстрел из пистолета, там, что-то еще, какие-то такие фишки, что-то такое. Поэтому, мне кажется, клевая, это классная игра, то, что русский язык здесь есть в субтитрах очень, по-моему, большое подспорье, потому что здесь надо именно, как бы, вот эти все юмор ловить, погружение в атмосферу, и от меня она точно получает жирный плюс, и я надеюсь, я... За собаку, то, что я, местами, забавно, я прям улыбался. Там есть еще, по-моему, собака, типа, чихуахуа, интересно, задневная вообще тоже. А, то есть там еще другая собака есть? Там, по-моему, там точно было, я между двух выбирал, то есть там была собака, и кто-то еще там не человек, то есть там точно был кто-то еще не человек. Ничего себе. Поэтому, окей, от нас тогда Journey to the Savage Planet получает от нас обоих плюсы. От меня пожирнее, от Васи поспокойнее, но для всех любителей фантастики и юмористического, и вот повторюсь еще раз, если вы хотите примерно понять, что такое Metroid Prime и почему Metroid Prime является такой вехой в геймдизайне, то Journey to the Savage Planet, это в моем, в моей памяти, это лучший, наверное, подражатель идеям Metroid Prime. То есть от первого лица Metroidvania с упором на исследование мира, а не на перестрелки и экшены. Хотя они тоже здесь имеются. Поэтому, поэтому зачет, классно. Я очень, на самом деле, рад, что наконец-то смог эту игру попробовать и получить лучшее представление, и подтвердить мои мысли, что это что-то, что мне зайдет. Интересное. Да, да. Поэтому вот. Так, окей. Давай, пришло время раскручивать нам в очередной раз нашу рулетку. Васек. Так, сейчас я, давайте сюда. PlayStation. Экстра. А, тут же так. Давай, Вася, давай, сначала нам букву алфавита, и поехали. Буква О. Буква О. Буква О. О-о. Так, была у нас уже буква О когда-нибудь на этом? Нет, у нас уже есть. Аутласт. Ауткаст. Так, у нас раз, два, три, шесть, восемь, девять, десять, один, двадцать. Тринадцать. Тринадцать игр, Вась. Тринадцать игр. Так, с первой по тринадцать. Запускает. О, один. О, прямо один. Да, прямо один. О, Вась, вот это интересно. Это игра, с которой я знаком не понаслышке, которая мной пройдена, пройдена один раз, но многократно мной восхваляема. Но я не знаю, на самом деле, знаком ли ты с ней вообще. Но поговорить про эту игру точно будет очень интересно. И это игра под названием Observation. Вась, тебе говоришь, что у тебя это название? Что-то слышал. Observation – это игра от студии NoCode, которые мастера маленьких игр, повествовательных, где идет микс разных, как бы, разных, что ли, способов соприкосновения с игровым миром. Но в этой игре надо играть в роли искусственного интеллекта, который управляет космической станцией. Космической станцией. И на этом космической станции произошел какой-то, значит, нечастный случай. И ты понимаешь астронавтские, короче, там. У тебя непрямое управление, типа, персонажи. Да, это прикольно. А ты в нее играл, да? Нет, я не играл. Я сейчас посмотрю. Ты попробуешь. Прямо таки попробуешь. Да, очень интересно будет пообщаться и в контексте этой студии вспомнить Observation. Сегодня на следующий, на следующую рулетку, на следующий выпуск будем мы немножечко про нее говорить. Окей. Это интересно будет, Вася, твое мнение услышать. Так. Так, давай, Вася, я тогда, так как я сказал, что держу нас в контексте фантастики, продолжу-ка я рассказывать про еще одну игру, тоже максимально фантастическую. И, на самом деле, очень похожую на Journey to the Savage Planet, но идущую не в контекст юмора, а именно в контекст более такой, прямо фантастики-фантастики. И это игра, в которую я давно хотел, на самом деле, поиграть и, наконец-то, вот заполучил ее в свои руки. Это игра The Invincible. Я не знаю, как она по-русски называется. По мультсериалу? Не-не, она основана на книжке, на книжке знаменитого фантастики. А, Invincible, господи, все, Станислав Лем. Станислав Лем, да-да-да, на его романе. Игра, которая вышла в прошлом году. Мультсериал, не знаю, что это. Кровавый такой мультсериал. Не знаю, с чем ты путаешь, что-то. Invincible. Игра в жанре научной фантастики, причем научной фантастики именно середина 20 века, это вот не такая философская, которая прямо, которую я обожаю. На самом деле, одно из самых моих любимых направлений в научной фантастики. Вообще, это такое горе философская. Мультикер так и есть, Invincible. Непобедимый, наверное. А, все, да-да-да, конечно, есть мультфильм Invincible, да, про супергероев. Но это никак не связано с этой игрой. Это никак не связано с этой игрой. Здесь же, значит, научная фантастика золотой эпохи научной фантастики середины 20 века более философская, более такая, связанная с размышлениями, там, значит, о месте человечества во Вселенной, расследовании космоса, минимум как бы экшена, минимум каких-то просто адреналина. Сюжетно игра посвящена, значит, экипажу межпланетного корабля под названием «Стрекоза», который, то есть они как бы завершают свою миссию. У них какая-то на несколько лет была миссия по исследованию галактики. Они эту из миссии выполнили, то есть когда высаживались на какие-то планеты, значит, что-то там открыли, но у них случился несчастный случай, то есть там в каком-то, на какой-то одной из высадок там один из членов экипажа пострадал, но, тем не менее, они готовятся к возвращению на Землю или домой, и они, значит, все ложатся в капсулы этой криогенной заморозки, чтобы, значит, перелет. И это в начале, начальная заставка это показывает. Но потом начинается игра, мы играем за девушку, какую-то там инженера или кого-то там на этом корабле, одной из членов этого экипажа по имени Ясна, и вдруг она просыпается, она просыпается на планете, она лежит как бы в пустыне на какой-то планете, одна, непонятно, что произошло. Последнее ее воспоминание – это то, что она ложилась в камеру криогенной заморозке, и мы все должны были лететь домой, но почему-то вдруг я просыпаюсь из ниоткуда, я одна посреди пустынной какой-то неизвестной мне планеты, рядом никого нету, мои какие-то там эти снасти или там что-то, приборы где-то что-то потеряны, только один рюкзак рядом со мной, ничего не помню, что произошло, где все, ничего не помню. Рация, абы как, что-то работает, кого-то там по рации, значит, вроде принимают какие-то данные, но я вообще не знаю где. И вот как бы с этого игра начинается. И игра, вот если мы взяли только что Journey to the Savage Planet, там как бы игра от первого лица в юмористическом ключе, и расследование мира с таким упором именно на геймплей, то есть там платформинг, крафтинг, иногда перестрелки, иногда какие-то спецспособности. Здесь то же самое, исследование мира, но в максимально вдумчивом, таком атмосферном и взрослом ключе, и с упором совершенно не на геймплей, а именно вот на погружение в это место. То есть это, по сути дела, симулятор ходьбы. Это симулятор ходьбы, в котором нету никаких особо игровых механик, кроме самых таких базовых, но есть очень много вот там подбери вот то, там возьми рюкзак, открой в рюкзаке верхний раздел, там вынь из этого раздела какой-то радиоприемник, там покрути, значит, на нем реле, настроися на волну, убери его обратно в рюкзак, открой другой карман, достань там кто-то. И все вот так вот, и постоянно, значит, идет, даже как бы вид от первого лица, он выполнен здесь так, что ты видишь постоянно у себя шлем. Да, то есть видишь вот этот микрофончик, видишь как бы стекло шлема, то есть максимальное погружение в роль, максимальное погружение в мир. Единственное, что такое, как бы еще больше можно только с помощью VR было бы погрузиться. И, значит, начинается ее приключение по этой планете, попытка понять, что случилось с экипажем, что случилось с кораблем, с ее, значит, друзьями, что за планета и что на этой планете произошло, потому что как только ты начинаешь буквально первый шаг делать, ты начинаешь понимать, что, ага, на этой планете, как бы это не, опять, тоже не необитаемая планета, на ней что-то было или, может быть, что-то все еще есть. И я поиграл буквально совсем немного, поэтому я не знаю, что там дальше будет по перипетиям сюжета и каким-то мыслям и смысловым вещам. Но сразу же видно, что это именно вот повествование, и тут постоянный голос за кадром главной героини. Она все комментирует, и она очень, у нее как бы классная подача, что она, знаешь, она олицетворяет этот персонаж, как, знаешь, такой наполненный энтузиазмом ученый, который хочет, то есть у которого отсутствует... Разобраться в ситуации? Не то, что у нее, знаешь, она ко всему, то есть она находится, то есть она очутилась в максимально экстремальной ситуации, но у нее нету страха, у нее нету паники. Ее, наоборот, знаешь... Максимально научный подход, типа научный интерес, ага. Да, у нее такое... То есть она все равно как бы позволяет себе комментировать там какие-то элементы с такой позитивной ноткой в голосе, знаешь. То есть там увидела, например, в самом начале скалу в форме собаки, знаешь, типа, о, как интересно, знаешь, типа, скала инопланетный мир, а у нас тут скала, типа, на собаку похожа. Или там какой-то вроде как водоем, но там какая-то непонятная субстанция, типа, о, типа, это вода или нет. Интересно, типа, узнать было бы, знаешь, какой там химический состав у местной, типа, воды и флоры фауны. Но по рации, короче, ты в какой-то момент связываешься с другим выжившим членом экипажа, с которым ты постоянно общаешься по рации, а у него подход совсем другой. У него намного более скептический и более такой... Паника. Не то чтобы паника, а такой более, как бы, расчетливый вклад. И между ними постоянно идет общение. И у тебя в этом общении как бы нету, я думаю, я на самом деле не буду говорить, не знаю точно, есть ли тут развилки сюжета, сколько там концовок, но у тебя по мере вот этих общений у тебя есть варианты, ну, варианты диалога. И какие-то из них там такие тоже скептические, какие-то более позитивные. То есть ты, в принципе, по ходу игры можешь, мне кажется, немножечко руководить характером своего главного персонажа, можешь ее склонить немножко в более такую сторону. Либо какую-то такую позитивную. Там есть варианты выбора диалогов? Да, да-да-да. То есть там есть постоянно... Там даже не столько, не только варианты выбора диалогов, там даже есть просто комментарии. То есть когда, например, происходит какое-то событие, ты можешь даже выбрать, какой комментарий она сделает как бы этому событию своим внутренним голосом. Как рассказчика. Да-да, то есть тебя постоянно сплачивают. Сплачивают с персонажем, с ситуацией, с миром вовлечен. Это прямо на каждом шагу. Игра очень нерасторопная. То есть ты там как бы даже бег, ее бег, он, во-первых, не особо быстрый, и он быстро очень, она как бы устает. У нее начинается одышка, и ты как бы бежать не можешь. То есть она прямо игра вот с симулятор ходьбы. То есть идешь, смотришь, подбираешь какие-то вещи. А ты всегда идешь вперед или там бэктрекинг есть? Там... Я пока бэктрекинга не видел, я шел только вперед, но там есть какие-то открытые зоны, которые там есть как бы развилочные. Но я так понимаю, они все ведут все равно к одному потом выходу, но ты можешь как бы там отойти сюда, здесь что-то там найти. Ага, вот лежит там какой-то сенсор, там вот кто-то еще. И вся игра, у нее как бы, наверное, отличительная черта – это визуальный стиль. То есть она вот именно ретро-фантастика. То есть там все приборы, скафандры, да сам, наверное, дизайн вот этого мира. Он такой вот прямо обложки фантастических книг середины сатаны. Это ее очень сильно выделяет. То есть с арт-дизайном здесь, конечно, проведена невероятная работа. Там то, что по трейлерам, там какую-нибудь антенну, там ее достает, там антенна какая-то. Да, 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 да. Там радар у нее – это просто какие-то такие лампочки, типа штучка с лампочкой. Да, 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 да. Пип-пип-пип-пип, там чисто-чисто такое. Это мне очень нравится. И это здесь выполнено с очень большим вниманием, вот именно, знаешь, к деталям. Там видно, что прямо люди заморачивались, знаешь, что там вот эти все модельки там отшлифовывали классно, это все, чтобы органично смотрелось. Поэтому вот я пока не готов говорить там про сюжету. Я даже поначалу, я подозреваю, что здесь будет что. Ну, и опять же, зная первоисточник Станислава Лема, то есть я уверен, что здесь будет над чем подумать именно игра, которая подкинет мысли для размышлений, там может быть философского смысла, может быть какого-нибудь там именно фантастического, там не знаю, мыслей про там будущее, что там люди будут делать. То есть здесь не про пип-паф, здесь не «Звездные войны», здесь не Марвел. Именно игра для тех, кто любит погружение в атмосферу как бы и другой планеты, другого мира и вот это постепенное, очень медленное распутывание клубка. Типа, что случилось, почему мы здесь, что за планета и к чему это все ведет. Класс. А вот эту игру, это как бы моя следующая игра, которую я хочу пройти. И там, надеюсь, может за эту неделю успею это высказать. Если успею пройти, то на следующем подкасте высказать финальное мнение. Но пока что, пока что я прямо очень доволен. Это вот то, что я хотел и ожидал от этой игры. И знаю, что у нее оценки, в принципе, очень достаточно неплохие. Поэтому, поэтому вот это тут позитивные-позитивные впечатления. Так что вот, Вася, не знаю, есть ли у тебя что-то, может, вопросы чуть-чуть? Или это игра мима? Нет, она мне... Почему? Она у меня в Вишлисте есть, мне интересно тоже. Я не читал, я вообще фантастику никогда не читал. Поэтому мне вот... Я не буду привязан к оригинальной книге. Для меня это будет как интересная история. Визуально она мне очень нравилась. Хотя я не помню, чтобы я прошел хоть один такой какой-нибудь симулятор ходьбы. Надо попробовать. Многие говорят, что это на Firewatch похоже. Надо попробовать, может, Firewatch пойти, где-то там валялся. А Эдит Финч ты не проходил? Ну, Эдит Финч я проходил, да. Ну, вот на No 1, наверное, Эдит Финч. Вряд ли всякие там... Веншинков. Веншинка Витана Картера. Я это не играл тоже свое. Нет, нет, это все-таки мимо. А Gone Home ты играл, нет? Нет. Тоже не играл. Ну да, тогда у тебя много достаточно пробелов, да. Ну, я люблю этот жанр. Я знаю, что многие его вообще не воспринимают. Я люблю этот жанр. Я люблю вот это медленное погружение вязкое. То есть я выключаю свет, я надеваю наушники. Я полностью там убираю телефон. Никто меня не отвлекает. И я как бы один на один с этим миром, с этим повествованием. И очень так по крупицам его медленно-медленно поглощаю. Я такое люблю. Поэтому предвкушаю, что это будет клевое. Так, давай, Вася, у меня еще буквально несколько слов по двум еще играм. Если у тебя что-то есть, давай могу тебе... Ну, давай быстренько я расскажу, значит, про таймкиллер, который я себе сейчас нашел, в моменты, моменты, когда мне нужно, значит, отвлечься от работы, переключить мозг, что-нибудь там, да. Вот я нашел, значит, себе игрушку случайно буквально. Значит, Вита-клуб здесь, как говорится. Все обладатели Виты. А, сейчас Вите будет? Сейчас респект Вите будет? Да, респект Вите. Светлая память, светлая память. Светлая память, да, да. Игрушка Pue Pue Tetris. Как оказалось, что эта игра, она не выходила за пределами Японии. То есть она была только, короче, доступна на японском рынке. Я про нее услышал в контексте, что вот там, наконец-то, фанаты выпустили, типа, английский патч, и можно поиграть в Pue Pue Tetris. Я думаю, ну, раз выпустили, почему бы не поиграть, давайте запустим. И оказалось, короче, что она, во-первых, ну, вот Pue Pue Tetris, то есть она, это смесь классического Tetris и вот Pue Pue. Ну, если как Tetris все представляют, как выглядит Pue Pue, это вот эти шарики, которые там под ваш шарик летят разных цветов, которые надо складывать по четыре шарика, чтобы они с друг другом соприкасались хотя бы одной гранью. Сложно объяснил, но если кто видел, то знает. И, короче, она очень адективно затягивает. На Vite она прекрасно работает, быстро очень там все грузится. Я прохожу компанию, то есть у тебя вообще никаких лагов, то есть у тебя буквально загрузка, все, пошел там, перестарт, она тут же моментально рестартится. Я сейчас прохожу компанию, которая там есть, уже дошел там до седьмой главы, в каждом главе по 10 уровней, то есть я там прилично уже так продвинулся. И, конечно, количество механик, которые они там придумывают, чтобы разнообразить классический Tetris и вот это Pue Pue, их там куча. Но вообще обычно у тебя все сводится с тем, что ты играешь против соперника, то есть есть твой стакан, есть стакан соперника, и кто быстрее складывает либо вот эти комбинации с Pue, либо убирает линии в Tetris, тот гадит как бы своему сопернику, у него начинают такие каменные блоки появляться, и выигрывает тот, кто, ну, кто бы знал ни за раз. Но вот с Pue я так не умею, потому что там нужно, короче, мне мозг, вот я уже сколько играл, я не могу, то есть там, если у меня какие-то уровни с Pue, где я там их вытащил на три звезды, это все какой-то рандом у меня случался, потому что там обычно надо либо уложиться во время там на три звезды, там убить, там типа победить соперника за три минуты, либо набрать какое-то определенное количество очков. Иногда это там, когда без соперника уровня, там тоже там набрать такое количество очков за такое-то количество линий, которые ты там берешь. И, короче, там вот это вот, ну, с Pue мне, короче, мне до сих пор, я не знаю, мне, короче, никак нет. Да, ты их берешь, то есть вроде там, я уже по своей тактике там, выставляете там по три цвета одного, сверху три цвета другого, потом следующий ряд нужно делать, как бы, чтобы у тебя один цвет был, ряда, который идет первый, ну, который ты, Сару, первый выкладывал, и, короче, вот пока тяжело с Pue мне дает. Все, что с Tetris'ом касается, я там вообще, я только, у меня только фигура появляется, она тут же уже вниз сразу летится, там, с максимальной скоростью, чтобы быстрее и быстрее накладываю. Я еще, знаешь, я даже люблю, здесь еще нету, ну, может, там режимов вообще много, я пока не разбирался, я вот только в компанию, да, прохожу. В детстве в Tetris'е я любил, знаешь, поставить девятый уровень сложности и начинать, когда у тебя уже вот такой стакан, типа, и там вот это, начинать ряды убирать, вот я вот это обожал вообще проходить. Здесь пока такого режима у меня ни разу не было, но если мне там, например, соперник гадит в Tetris'е, то я, вот, я сейчас быстро тут шу-шу-шу-шу-шу раскидал, а вот с Pue, короче, мне тяжело. Хм, я вот с Pue, Pue я тоже не особо знаком, то есть я так больше, я даже не знаю, играл ли я. Такое ощущение, что я играл на каком-то, то ли, тоже на какой-то практике. Я так понимаю, что это Dr. Mario, может быть, на Несто играл, это вот оно же, там тоже были пилюли, которые разных цветов, и ты должен был складывать их, вот, наверное, максимально близко. И Dr. Mario я точно играл, а вот Pue, Pue именно конкретно, не помню. Где-то вроде так и играл, но совсем чуть-чуть. Но да, Pue, Pue Tetris, я помню этот микс интересный, он сам никогда не играл. Ну, блин, отлично. Вита, Вита живее всех живых. Вита вообще, она выключается, заряжается периодически. А, ну, кстати, на этих, когда к другу ехали, я ему сказал, значит так, я еду к тебе, устанавливай, найти на Invitas. Говорю, мне надо платину выбить. Он мне до этого что-то, он мне мозги компасировал, там, что это. Ну, я ему до этого писал, говорю, у тебя же Вита взломанная. Я говорю, давай, устанавливай, найти на Invitas. Он там, ой, а как я выйду в онлайн, ты чё, меня же, типа, там забанят. Я говорю, блин, ты чё, я сижу, говорю, всё нормально, всё нормально. Он, короче, нет, всё не стало. В этот раз я написал, всё, устанавливаю, короче. Будем выбивать. И я приехал, там нужно было вдвоём в коопе пройти этот, ну, короче, пройти игру, да. Но так как у меня вся, я был хостом, так как эти, я уже всю игру прошёл, у меня все уровни открыты, то есть нам по-хорошему нужно пройти последний уровень. Вот. А у меня-то перс раскачанная, у него ничего не раскачано. И мы там, мы, короче, где-то сначала пять попыток делали уже вечером, там, ближе к вечеру, там уже детей спать положили, сидим. Такой, всё, давай, значит, поехали. Идём, 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 нас там баз загасили. Там потом, самая последняя попытка, короче, заканчивалась уже просто. Я ему говорю, ты, Виталик, делай всё, что угодно, живи. Потому что мы доходили до финального босса, например. У него одна жизнь, у меня три. Я говорю, ты просто бегай где-нибудь, прячься, я буду всё бить. Ты просто ничего не делай. Вот. И уже, знаешь, смотрим, там это оставалось, оставалось нанести боссу, типа там два удара, буквально там два удара мне не оставалось. И у Виталика последняя жизнь, всё, его там зажимают. Я говорю, куда-нибудь уйди. И, короче, совпало, что его убили, и я убил босса, и нам не дали ачивку. Я такой, блин, я сижу, да, ебаю. И мы говорим, что такое. Я говорю, так, всё, ладно, отложим. Всё, отложили, я говорю, всё, иначе сейчас это... Выпить пускай. Я уже начинаю кипеть, с утра уже проснулись там, типа, позавтракали. Я говорю, так, давай, сейчас финальный ран. Как раз у нас 20 минут было до выхода. Я говорю, давай, успеваем. И вот за 20 минут всё, мы прошли, всё быстро, и ну всё, супер. Так всё, платья есть. Да, платья есть, найти на видос, да, всё закрыто. Моё почтение, моё почтение. Супер, супер, супер. Блин, нормально, нормально, нормально. Ещё и доп-байочка, короче. Сегодня и VR, и Vita у нас, блин, всё, что только нету. Класс. Так, окей, окей, так. Через черепашек надо нам, Ром, с тобой возвращаться. Теперь уже всё, отмазок. Надо просто стримов вот так, знаешь, типа там. Ну, я понимаю, что тебе, наверное, у тебя сейчас там 10 дня, ты, наверное, не каждый день в 10, ну, сколько у тебя времени сейчас, 11? У меня сейчас, нет, уже почти полвторого. Ну, полвторого. Ну, ты просто, я не знаю, я обычно играю вечером. Ты в какое время играешь? Да, 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 у нас тут с тобой сложная, сложная новая игра. Так вот сидишь, потому что мы с партнём, почему в борду засадимся, мы вечером сели все, у всех там плюс-бинус одинаковое время, ну, наверное, одинаковое время, всё. Часок, часок, да, всё, мы сели там, полдесятого зашли, в одиннадцать, всё, всё, у всех всё жёны, всё, дети, всё, ребятки, всё пока, всё, давай, расходим. Девеческие праздницы, это да, это не мухрым-мухрым. Так, давай я вас ещё про одну игру быстренько скажу, про игру, которую нам предложил как раз-таки один из, там, я не помню, как они называются, сорян, как они называются, издатель, издатель этой игры подкинул код, и я согласился взять этот код, потому что игра меня заинтриговала трейлером и просто своими описаниями, я такой думаю, о, это моя тема, и согласился её попробовать, и это игра под названием Airhead, воздушно-головый, воздушная голова. Это новинка, значит, и это игра в, чисто вот в жанре пазл-платформеров, то есть это последователь идей Лимбо, Лимбо и всех им подобных игр, но эта игра выполнена в более таком, не то чтобы абстрактном, а, наверное, таком, намного больше элемент вообще недосказанности, непонятности мира. То есть мы, никаких заставок, никаких предисловий, никаких там, не знаю, введений в сюжет, просто мы начинаем играть за некое существо, которое просто называется тело, body, то есть это тело без головы. То есть вот этот чубрик маленький, который бегает, вид сбоку, всё выполнено вот в этом таком очень атмосферном стиле, где нету, как будто бы нету текстур, то есть цвета, игра тени, игра цвета и тени, но, насколько я понимаю, опять же, вот этот нетекстурированный мир, но он из этого выглядит очень такой сочный, атмосферный, красочный. Очень похоже, естественно, классику жанра кинематографических платформеров это Another World. Здесь прямо один в один. То есть мы просыпаемся в какой-то пещере, в каком-то инопланетном, может быть, мире, играем за тело без головы. Сначала там бежим, традиционные запрыгнули, там подтянулись, здесь камень подвинули, там прыгнули на усупчик, так-то так. Всё вроде стандартно. Но в какой-то момент, через несколько минут, мы находим второго персонажа этой игры. Это голова. Это существо под названием head. И персонаж под названием тело поднимает персонажа под названием голова. И они начинают вместе уже как бы существовать как одно целое. То есть у тела появляется голова. И после этого тут активируется... Он его всегда носит или он к себе его прицепляет? Он его носит в руку. Ну, он как-то, я не помню. Но он прицепляет на голову, но я не помню. Он типа держит... Нет, он именно, что он держит его на голове. Он как бы держит его на голове. Именно потому, что когда у тебя голова надета, как бы ты не можешь руками пользоваться. Поэтому, да, он все время держит ее. И когда вот эту голову находишь, то ты... Начинается как бы основная механика этой игры, что у головы у нее все время есть запас воздуха, который постоянно тратится. То есть у нее она, как бы, пузырь. У тебя справа, в правом нижнем углу есть датчик, который показывает там у нее типа раз, два, три, четыре, пять, шесть степеней. Шесть степеней на полности. И если ты стоишь на месте, то он типа как бы очень медленно тратится. Если ты бежишь, то он очень быстро тратится. Если ты прыгаешь и что-то еще, он еще быстрее тратится. Если ты голову вообще просто положишь, потому что голову можно либо надевать, либо ложить на землю. Если ты ее ложишь на землю, то он вообще очень быстро тратится, этот запас. Соответственно, если полностью запас воздуха в этой голове заканчивается, то, короче, типа проигрыш, перезагрузка на последний чекпоинт. А чекпоинтами здесь являются баллоны с воздухом, которыми ты должен голову наполнять. Их много, они как бы очень регулярно по уровню раскиданы, но так как постоянно, то есть между этими баллонами, когда ты куда-то бегаешь, что-то ты делаешь, у тебя постоянно чувство того, что, ну, как бы кончается в воздух. То есть ты здесь, здесь такой очень вот хитрый, более хардкорный элемент добавлен в эту игру, что обычно в этих играх ты как бы спокойненько там прыгаешь, думаешь, а здесь ты постоянно немножко настрёмишь, типа, блин, 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 время тикает, надо как бы либо возвращаться к предыдущему баллону, либо уже решать эту головоломку и находить следующий баллон, знаешь, потому что не хочется, чтобы тебя там откидывали. Хотя, в принципе, их модифика, то есть даже если ты проигрываешь, то тебя откидывают на последний баллон, это не так далеко, то есть, по сути дела, нет этого, наказания-то нету особенно. Но вот этот элемент нервозности, он здесь есть. И фишка в том, что эту голову, её можно как бы наполнять разным воздухом. То есть здесь, типа, есть воздух лёгкий, здесь воздух, короче, более тяжёлый и есть стандартный. И в зависимости от того, каким воздухом ты её наполняешь, у тебя, типа, разные. То есть если лёгкий воздух, то она как гелиевый шар тебя, типа, будет поднимать. Если тяжёлый, то, соответственно, например, в воде ты тонешь. Либо ты, например, на какие-то платформы встаёшь, и это как бы является более тяжёлым весом, и там платформа опускается вниз. Стандартная голова, там, она ни то, ни то не делает, но ты, например, можешь как бы по воде, например, плыть по поверхности просто там пообычной, да, не улетаешь вверх. И вот в зависимости от преград, которые на твоем пути становятся, тебе надо голову наполнять разными, значит, этими воздухами и решать эти, по сути дела, пространственные головоломки. И, опять же, так как нет повестания здесь, то есть здесь полный упор на атмосферу и геймплей, это полностью геймплейная игра. И фишка в том, что ты как в этом мире, и мир какой-то инопланетный, то есть в этом мире есть свои другие, короче, всякие существа, которые в нем живут. И у них у всех есть какие-то свои, значит, повадки. То есть здесь, например, какие-то маленькие хрены, которые, если ты голову, например, ставил, то они ее обязательно утащат, короче, к себе в нору. Они ее там жрать не будут, но они просто ее поднимут, такие, типа, как лемминги ее, короче, унесут. Есть, короче, какие-то подводные, типа, рыбы, которые там тоже реагируют по-разному. Есть, короче, которые там, типа, хотят ее съесть, эту голову. Есть те, которые, наоборот, боятся этой головы, типа, они такие, убегают. Очень похоже на Oddworld, Apes Odyssey, знаешь, то есть ты как-то как будто ты вот в этой экосистеме, все с какими-то своими повадками, ничего не объясняется, но ты по наитию просто понимаешь, а, типа, эти чубрики нормальные, там, эти мерзкие, там, эти, как бы, говнюки маленькие, знаешь, это, там, дружелюбное. И вот, как бы, ты идешь, знакомишься с этим миром, решаешь головоломки. Головоломки здесь, на самом деле, сложные. То есть здесь, как бы, здесь эта игра, это вот, как бы, если брать всю эту градацию вот этих пазл-платформеров, они обычно, даже вот если брать лучших представителей Limbo, Inside и там, еще кого-то, они всегда такие не особо сложные, как бы, они достаточно сделаны из эстетического геймера, который в принципе, там, иногда где-то может застрять, но ненадолго, но все равно поймет, здесь, учитывая, что здесь есть элемент этот времени, так как ты постоянно теряешь воздух, плюс здесь головоломки как бы на уровень, на порядок посложнее. То есть здесь надо иногда так прямо, типа, так, ага, ага, здесь надо, типа, уронить, здесь оттащить, здесь толкнуть, так, это там упадет сверху, толкнет это, это упадет, здесь, ам, откроется, ты можешь, у тебя есть карты, ты можешь как бы по карте, интересно, типа, этот камень отсюда сверху упадет вниз, а этим образом он там толкнет то, откроется здесь, короче, переход, и тогда мне надо обратно возвращаться сюда, а здесь надо наполнить голову тяжелым воздухом, чтобы спуститься по этому отсеку, и тогда попаду вниз и смогу пройти. То есть здесь надо в голове достаточно много всего держать и как бы запоминать, хотя у тебя и карта есть, но все равно лучше как бы ориентироваться. Поэтому игра клевая, я хочу тоже ее, когда время будет пройти, но такая вот, если вы уже все переиграли, например, эти кинематографические платформеры, и там, может быть, хотите еще, но, например, уже поднять немножечко планочку челленджа, вот Airhead, по-моему, отличный представитель, и визуальный стиль здесь очень атмосферный. То есть начинается все в пустыне, в пещерах, начинается все в банальных пещерах, но даже в этих пещерах есть там свет, там какой-то откуда свет, какие-то тени, а потом, когда ты из пещеры выходишь, там вообще как бы там открывается мир, там уже какие-то строения, там уже какие-то непонятные на заднем фоне происходят вещи. Поэтому Airhead от меня тоже рекомендацию и интерес от меня, значит, получает. Вот это новинка, и я, насколько знаю, на всех тоже платформах она есть. Я на PlayStation в нее играл. Так что вот. И, наверное, последнее, последнее все-таки я скажу. Буквально тут даже не буду рассказывать, а просто оглашу, потому что, Вася, я все-таки на этой неделе, я сошел с ума. Я полностью вообще сошел с ума, потому что мы с тобой уже неоднократно вспоминали, что на носу Final Fantasy 7 Rebirth. Получается на следующей, через неделю, через полторы недели. Я такой, типа, когда перепройти ремейк, первую часть, там пройти DLC, и, Вась, нет, я полностью, я же отбитый поэтому мне надо делать отбитый. Я решил, знаешь, что я решил сделать? Я решил пройти-ка на платину оригинальную Final Fantasy 7. Слушай, оригинальную, которая какая? Не ремейк, старенькую. Не ремейк, именно, которая перевыпущенная, да, старая. Которая ремастер, она, по-моему, ремастер называется. Да, да, да. Я решил, потому что, почему я так решил сделать? Потому что я что-то, не то чтобы сел опять в своей классической вечерней пробежке, когда у меня самое, значит, время думать. Я такой, значит, что-то бегу-бегу и такой думаю, так, слушайте, блин, а ведь насколько хорошо я помню вторую, там, половину оригинала Final Fantasy 7. Сюжет, сюжет, ага. Я, как бы, очень хорошо помню начало, потому что даже я в детстве переигрывал неоднократно первый диск. Вот момент, короче, весь в Мидгаре момент до погони на мотоцикле. Вот я прямо вот этот кусок... По-моему, как раз заканчивается же, да, первый диск, по-моему, погони заканчивается. Да, 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 на нем и заканчивается первый диск. Я этот, вот этот кусок, я его просто переигрывал, что... И, как бы, одной из причин было как раз таки, мне нравилась погоня на мотоцикле. Я все время такой, я хочу погоня на мотоцикле. Я не знаю, почему у меня голова не работала просто сделать там сейв и ее просто играть, знаешь. Не знаю, почему. Может, там, знаешь, типа, были слоты на меморикарте на вес золота или что-то такое. Короче, я переигрывал первую вот эту часть. Ну, мне просто само нравилось, типа, мы там, атака на первый реактор, там, атака на второй реактор, знаешь, там, битва на лифтах, там, битва с тем, там, тем, тем. Как бы очень клево. Первое знакомство с Эрис, я это прямо все знал. То есть, соответственно, за первую часть ремейка я как бы очень... Ну, там у меня прямо от зубок отскакивало. А вот то, что дальше, я проходил в жизни, наверное, раза два. То есть я проходил первый раз, а потом еще когда-то играл, переигрывал когда-то еще. И я, в принципе, это все помню, но, знаешь, не с такой кристальной четкостью. То есть, там, Космоканьон, так, Окей, Джунон, там, вот это все как бы... Я это, в принципе, помню. Там, Лес Древних, все эти замуты, но не так, чтобы, знаешь, я прямо мог там чук-чук-чук-чук оперировать всеми этими терминами, кто в какой последовательности, что, когда идет в Утай, когда идет там то-то, то-то. Это как бы нет. Я такой что-то на пробежке бегу, такой, бляха-муха. Ведь на этом же, в этом же ремейстере, не ремейстере, ремейстере, да, есть же, типа, ускорение, троекратное ускорение скорости. То есть, в принципе, все бои, как бы, их можно ускорять. Там скорость, там, по-моему, и вообще урон на 9-9-9, там, да. Да, да, да. Это нет. И я такой думаю, блин, а может мне ее пройти? И я такой посмотрел, а там же еще платина, блин, если уж проходить, перепроходить, то надо на платину. А что за платина? Открывай список трофеев, и там классный список трофеев, там клевый список трофеев. Он прямо такой список трофеев, что просто для того, чтобы получить платину, там надо просто сделать все, как бы, все, все дополнительные какие-то квесты в игре. То есть, там, заполучи Юфи, заполучи Винсента, открой финальные суператаки всех героев, сходи на свиданку с Барреттом, оденься в платье девочки, там, чтобы, значит, Дон Жуан там за тобой пошел, за тобой гонялся, за Клаудом, там, победи всех вот этих гигантских роботов, weapons, которых три. И все, и там нету, там нету никакой, там есть что-то там, накопи кучу денег и все такое, но там нету никакой, знаешь, там, убей каждого монстра, завали там 10, блин, сосквачей, 100 каких-нибудь куриц. Этого ничего нет. Там именно все как бы полностью закрыть, все дополнительные штуки. Я такой, блин, сойти с ума или нет? Поэтому вот сейчас я в стадии, я схожу с ума. То есть я сейчас фигачу, я не пользуюсь вот этими неуязвимостью, но я пользуюсь вот этой троекратной скоростью. То есть все бои, я сразу включаю троекратную скорость, фигачу, фигачу, фигачу их быстрее, посмотрим, что из этого получится. Не знаю, успею. Ну, не знаю, мог бы использовать вот это усиление все-таки. Блин, ну я не могу, я не... Но ты же вообще сейчас в нее заходил, мне кажется, больше не из-за трофея, а из-за того, что этот сюжет вспомнить, например. То есть то, что там дальше... Ну я теперь как бы... Я не знаю, я не могу, вот я настолько к себе с таким у меня подходом, что я не могу, мне совестливо, мне словесливо ставить это. То есть я понимаю, что я так пройду, но потом я такой буду ходить, типа, блин, это как платье на ненастоящее, там, знаешь, это я жулил, там, знаешь, у меня будет потом до конца своей жизни меня это будет... Вот я такой, вот я такой упоротый как бы человек по этому плане. Не знаю, насколько это хорошо или плохо, но тем не менее, какое есть, такое есть. Поэтому, поэтому вот, говорю, что Final Fantasy... Ну, естественно, Final Fantasy одна из любимых, важнейших игр в моей жизни, и для индустрии, для культуры, для гейминга. Удивляет меня всегда очень, что в России эта игра как бы знакома только таким прямо хардкорщикам, и очень многие люди даже на стримах спрашивали неоднократно, что, типа, почему Final Fantasy 7 такая важная, типа, ой, там опять это Final Fantasy 7, ты понимаешь, любовь американцев к геймерам. Ну, как-то я однократно видел. Ну, вот мне кажется, просто людей, у которых было PlayStation, не так много в той массе современных геймеров, которые сейчас представляют то, чем является русскоязычный гейминг. Вот в этой массе людей, которые в свое время познакомились глубоко с Final Fantasy 7 и знают, понимают, почему это важнейшая игра в истории видеоигр, индустрии, их, к сожалению, они есть, они, конечно, есть, но их не так много, и они больше, мне кажется, пере, пере, что ли, над ними превалируют те, кто как бы знают ее понаслышке, то есть сами никогда не играли, в руках контроллер не играли, но там посмотрели, например, на Стопгейме какое-нибудь видео, да, и все-таки, типа, я знаю. Вот таких людей, я думаю, много. Тех, кто там вообще, как бы, типа, ой, это аниме, знаешь, японщина, как бы, и это не наша игра, нам кваку давай и все такое, КС и все такое, как бы, это не наша. Таких, я думаю, тоже много. А вот тех, кто реально знает, понимает, почему она важная, почему она важная для серии, почему она важная для PlayStation, почему она важная для консольного гейминга, почему у нее столько ее мусолят уже сколько лет, и ремейки, и спин-оффы, и чего только нету. Это, как бы, да, это очень важнейшая штука, поэтому мне, как бы, я давно ее не играл, хотя у меня очень давно купленный тримастер был, но я не включал, а тут, как бы, сразу же моментально погружаешься. Знакомая музыка, знакомые локации, диалоги, игра. Я уже как-то запускал, я, по-моему, до первого реактора, ну, вот, добежал тогда. А русский язык, кажется, нету, да? Нету, нету. Это главный бич седьмой части, потому что они не хотят переводить в старые. Ну, тут, на самом деле, конечно, сразу максимально понимаешь, насколько раздут, как бы, ремейк. То есть ремейк, конечно, там столько всего, как бы, добавлено и правильно, и неправильно. Ну, конечно, воды-то подналито нормально, учитывая, насколько шустро. То есть я поиграл буквально, не знаю, часа два, и я уже, в принципе, после первого диска уже весь практически прошел. Типа... То есть если Rebirth — это вторая часть, а они уже сказали, что Rebirth должен заканчиваться на той сцене, где заканчивается... Какой диск-то, я не помню. Там как-то... Там же, наоборот, как раз-таки первый... Блин, я не помню, короче. Ну, короче, как-то... Я не знаю, что они будут делать с третьей частью ремейка, куда они все это поведут, но с исходным материалом они, конечно, так очень... С одной стороны, интересно его раздвигают, расширяют, обогащают детали. С другой стороны, конечно, кое-где они воды-то подливают и вот эти особенно всякие сайд-квесты, и там задерживают тебя в каких-то местах, может быть, чуть дольше, чем стоило бы. Тем не менее... Ты на следующую неделю же, да, врываешься же, правильно? Ну, 29 февраля... А, 29, а, то есть вот день записи. Високосная штука. Поэтому... Но очень жду, на самом деле. Мир, этот мир для меня как бы важен. Так что вот, все, окей. Отчитались по играм. Как я и обещал, было много всего, но мне понравилось то, что мы сегодня обсудили, чем впечатлениями, о чем поделились. Так, ну-ка в чат, взгляд в чат. Что там сказал у нас Пауэль Минтат пишет? Все, что угодно, лишь бы не стримить Ассасина первого. Ну, пока вот, пока, пока никуда его вставить не могу. Так, решил держать третьей части, потом уже пройду все важнейшие штуки, потому что ради сидико... Так, окей. Пауэль там свои штуки говорит. Так, давай, Вась, задержимся на минутку на рубрику Нить кукловодов. Нить кукловодов – это та рубрика, где мы отвечаем на какой-то момент наблюдения, мысль, которую подкидывают теневые кукловоды подкаста Split Screen, те, кто поддерживает подкаст на Boosty и Patreon на этом уровне. И каждую неделю или когда угодно они, в принципе, могут мне подкинуть там в личку или где-то еще написать или что-то подкинуть. И мы обязательно с Вася обсудим это на вот этой рубрике в каждом выпуске. И сегодня дам слово Sentinel'у, Sentinel'у с Патреона, который просто нас, Вася, спрашивает банальнейший вопрос, который, кстати, я, Вась, тебе не скидывал до этого, поэтому тебе будет сейчас прямо он в лоб. Но он... Почему Nintendo отложила Switch 2 на 2025 год? Просто вот так вот. Как мы считаем? Как мы считаем? Почему? Вась, у тебя что первое в голову приходит? Я не знаю, читал ли ты... Ну, я уже в курсе новостей, что... Ну-ка, а там что-то уже подкидываешь? Ну, что все объясняют тем, что у них нету стартовой линейки. Сейчас у них нету стартовой линейки. Такой мощной, которую они могли бы представить на старте, чтобы бомбануть. Потому что когда первый Switch выходил, у нас что там было? У нас был Odyssey и Ботва, правильно же, сразу? И Mario Kart. Zelda точно было? Блин, подожди. Zelda с Horizon. Кого не было? Odyssey. Odyssey не было на старте. Но он был в этот же год. Он, по-моему, вышел летом. Он был в этот же год. Он вышел, да. Он вышел... Типа в августе там, наверное, что-нибудь такое. Да-да-да, это факт. Zelda была сразу. Mario Kart тоже вроде сразу был. Да, мне кажется, да. Потом вот Arms точно. Ну, там был Arms, One to Switch. На Project Arms был. One to Switch. One to Switch. Моя любимая игра. Снипер-клип, кстати, вот он. Мой фаворит. Да, я тоже в первую очередь, о чем я подумал, это то, что, как мне кажется, на старте Switch 2 должен быть новый трехмерный Марио. Я ставлю ставку, что будет новый трехмерный Марио. И просто им надо его сделать. И пока он, зная щепетильность Nintendo к качеству своих проектов, его надо вылезать до идеала. И, я так понимаю, просто пока что не готово. И поэтому пока немножечко сдерживаем. Это первое, что мне в голову пришло, когда я увидел тоже новость, что типа Nintendo сообщает разработчикам, что Switch 2 переезжает на следующий год. Хотя, мне кажется, еще второе подспорье. Мне кажется, что Switch 1 все еще отлично продается. Вот, да, да. И зачем как бы раньше времени? Если у нас, нам не горит, у нас ничего там, значит, мы не Microsoft, мы можем себе спокойно позволить еще как бы посидеть на лаврах. Switch покупают, покупают там и в третий, и во второй, и в четвертый раз, OLED и все дела. Поэтому пусть игр на 25-й. Тут просто есть тоже интересно. Именно, например, игры, которые на Switch 2, они будут только на Switch 2, то есть они не будут на первом Switch 2 идти? А, ну вот это вот. Это большой вопрос. Потому что если, ну, понятно, все ожидают и хотят, чтобы была обратная совместимость с первым Switch 2, да, тогда сейчас там такая библиотека, что у тебя просто Switch 2 выйдет, но это будет слабым мотиватором для покупки новой консоли. Ты скажешь, ну, я прекрасно смогу поиграть там на своей текущей, да, Switch, ты не пойдешь обновляться. А если там выйдут эксклюзивы, прям такие какие-то супер, которые только на ней, с одной стороны, конечно, они будут обрезать, но не знаю. Может, кстати, покемонов, если они сделают на старте, то можно сразу, наверное, кассу. Когда последние были покемоны серьезные? Последним был вот эти, Scarlet Violet. А, ну да. Блин, мне кажется, после Scarlet Violet, мне кажется, тут когда-то 25-го будет что-то по покемонам какая-то. А, да? А вот туда может быть. Я-то ставлю, конечно, на Марио, потому что, ну, по логике должен быть трехмерный Марио. Тут вроде вариантов даже нету. Как мне кажется. Ну, естественно, там какая-нибудь обновленная версия Зельды, что-нибудь такое. Ну да, 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 интересно. Блин, Switch 2, конечно же, преемника Switch. Super Switch, наверное, мне кажется. Если бы он назывался Super Switch, мне, в принципе, понравилось. Да, очень, конечно, ждем, но лучше позже и в лучшем виде, в лучшей комплектации, чем раньше и сыроватеньким. Поэтому тут, опять же, Nintendo им виднее. Им виднее, поэтому когда будет, тогда будет. дефицита ни игр, ни систем. Ну да, да, да. Поэтому тут как бы грешить на то, что надо ждать. Понятное дело, что интрига, понятно, что интерес у всех есть. Хочется скорее новое слово от Nintendo, которое умеет удивлять как кто угодно и интересно, придумают ли они что-то новое, будут ли изобретать велосипед, либо просто сделают то же самое, но помощнее. А тут тем более теперь уже мир с присутствием Steam Deck'а и других ребят примерно на том же поле, где Switch обитает, пытающихся что-то ошиваться. Поэтому интересно, интересно, что там Nintendo заготовили. Просто посмотрите. Но не горит. Не кровь из носа. Поэтому все нормально. 25-й, значит, 25-й. Поэтому вот. Sentinel, спасибо за интерес. Да, тоже ждем, тоже интересуемся, тоже точно так же все в нетерпении. Так, окей. Это были теневые кукловоды сегодня отстрелялись. И что ж, глаз народа, глаз народа. Остался только дать народу глаз. Я видел, что у нас в чат опять залетал время стрима записи Тимур. Что-то там какой-то вопрос подкидывал. Я не видел, Вась, поэтому, пожалуйста, попрошу тебя его вытащить сюда. А я подходит Telegram, посмотрю, написал ли кто-то что-то в Telegram. Да, читать. Или пока ты почитаешь там то, что... Давай, давай Тимура. Давай тогда, пока Тимура уделим ему внимание. Какими играми Uncharted руководили Дракманс Трейли и какое влияние это оказало ведь Хеннинг ушла. Ну, Дракманс Трейли точно вторую часть они делали. Нет, подожди. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Хеннинг третью делали. Дракманс Трейли он участвовал мне кажется вообще во всех. Начиная чуть ли не с первой. Дракманс очень серьезно только на четвертой как бы был. Опять же, я так на вскидку только вспоминаю. что Дракман серьезную роль только на разработке и именно на подхвате от Хеннинг. Когда Хеннинг ушла, пришлось как бы Дракмана, активировать Дракмана и как раз таки после Last of Us 1 если у меня все правильно в голове встает встает туда и Дракмана типа они как бы они были новоспомогательные Хеннинг ушла они выходят на первое звено переиначивают под свой лад и выходит как бы Uncharted 4 уже как бы как будто бы от Дракмана со Стрейлей. Ну там не только на самом деле Дракмана и там еще другие люди имена сейчас не будут вспоминать. А Хеннинг была до этого. Поэтому как-то так. А что там, Тимур, спрашиваешь, какой их вклад? Какое влияние это оказало на конечный итог? А, ну типа когда они руководили именно Дракмана строили. Вот насколько я знаю, опять же, слушая людей, которые знакомы как бы с историей Naughty Dog в тот момент и которые конкретно присутствовали в Naughty Dog в то время, когда разрабатывался Uncharted 4, но они не могут разглашать все подробности, но там просто как бы такими аптекаемыми фразами они говорили, что, мол, типа когда Хеннинг руководил разработкой Uncharted 4, то в принципе там структура игры была, точнее не то, что как наполненность игры локациями, событиями была примерно такая же, но типа оно все было в другой порядке. Смотри, сейчас этот вот Википедия, сейчас что нам говорит Википедия. Давай, давай. Первый Uncharted руководитель Эми Ханнинг, второй Uncharted, второй Uncharted Эми Хеннинг, Брюс Стрейли, все это. Третья часть там снова Эми Ханнинг, Брюс Стрейли? Нет, она там Эми Ханнинг и Джастин Ричмон. Окей, а вот четвертый? И четвертый как раз Дракман и Стрейли. Да, потому что как бы при Ханнинг был разработан там какой-то вот концерт, потому что люди говорили, что вот когда Ханнинг занималась Uncharted 4, люди навещали, журналисты навещали ее офис, и они видели всю игру распланированную, то есть у них там прямо вот эти доски, где написано, что будет происходить, то-то-то. Потом случилась вся неразбериха, Ханнинг ушла, вышла Uncharted такой, какой она вышла, и те люди, которые видели игру в том состоянии, когда не работала Ханнинг, они говорят, что мол, те события, которые мы в финальном продукте видели, то есть там Шотландия, то есть там то-то-то, вот этот какие-нибудь там вот эта миссия в музее или где там оно все было, но оно типа было в другом порядке, то есть вот на их, на доске у Ханнинг, они были в другом порядке расставлены, и возможно, то есть, например, была локация Шотландия, но то, что происходило в Шотландии по версии Ханнинг, это не то, что происходило в той же самой Шотландии, но в версии Дракмана и финальном продукте. Это максимум, что в принципе мы знаем, потому что большее просто не раскрывается, то есть там, что конкретно случилось между Ханнинг, какие разногласия, что было изменено, потому что изначально вроде как игра должна была быть мрачнее, чуть ли заканчиваться не смертью Дрейка, а потом, значит, ее сделали так. Это уже такие больше додумки и вот именно вычленение из обтекаемых слов журналистов-инсайдеров, но которым нельзя разглашать полностью. Поэтому тут опять же только догадки, что изменили, что принесли Дракман Стрелли, но вот принесли свои вот эти изменения, то, что мы в принципе имеем в анчарте 4. Мне кажется, анчарте 4, он так очень очевидно показывает, в принципе, вот эту всю их дракмановский упор на какую-то более вот эту драматическую, да, драматическую составляющую переживаний, там, связанных с более такими отстраненными от, может быть, вот этой, если анчарте 1, 2, 3, это такие более именно боевички, боевички развлекательные с такой не настолько ярко выраженной драматичной линией, тот Дракман, мне кажется, привнес вот это, типа, нам надо как бы больше в такое, как бы киношные, киношные какие-то расклады и на драму и все такое. Ну, как-то так, я не знаю, там, что есть, в чате у нас вроде Пауэлл что-то пишет, может, он тоже что-нибудь по этому поводу говорит. То же самое, поэтому не знаю, Тимур, ты же там, Тимур же там читает же книжки сейчас, Тимур нам должен как раз-таки больше рассказать, не знаю, что он нас спрашивает, у него же там Бруно Паглицык, кто-то там рассказывает всю историю анчарта, поэтому что ж нас спрашивает тут, а? Тимур, лучше ты нам расскажи, напиши в комментарии все, как на самом деле есть. Так, окей, Тимуру, значит, Тимур в глаз народа попал, давай-ка мы еще из Телеграма, в Телеграме, кто что пишет по поводу тоже вопросов. А Старгейзеры, да, а что, а что первый там вопрос? А, окей, понятно. Маркус, Маркус. Так, Старгейзеры, мистер Зигизмунд, так, мистер Зигизмунд, два вопроса. Ой, давай, я сразу возьму первый, он короткий, он лаконичный, я не втамню. Полотно, Старгейзер, я только первый. Просто кратко и по теме, будете ли брать PlayStation 5 Pro? Да, сто процентов. Я скорее, я скорее, да. Скорее, да, но, типа, сомневаюсь, я тоже не сомневаюсь, то есть я сразу куплю, я сразу же предзаказ делаю, потому что, ну, типа, почему нет? Показывает практика, надо брать на старте, и потом просто, тут. Тем более, моя PlayStation 5 имеет неприятную особенность сжевать диски. Да, да, тебе точно уже пора обновиться, да. Мои раритетные, коллекционные диски с моими фильмами, она имеет приятную способность их пожевывать, без, без вреда к дискам, но, на меня это не раночка остается, да, да, да. На садочке точно остается, поэтому PlayStation 5 Pro со съемным дисководом. Что там? Я, на самом деле, вот то, что все, что я слышал про PlayStation 5 Pro, опять же, от каких-то тех инсайдеров, типа, они говорят, что главной фишкой будет возможность стабильной, типа, 60 кадров в секунду во всех играх. Вот мне от этого не горячо, как бы не холодно. Я, я как бы, да, я на 60 кадров в секунду не настолько падок, и иногда меня даже отпугивает 60 кадров в секунду, потому что я боюсь привыкнуть, привыкнуть к 60 кадрам, и что мне, типа, сложно возвращаться к 30, потому что у меня в планах, как бы, поиграть во много еще ретро, которые доступны только в 30, и поэтому я такой, типа, блин, потому что у меня есть пара примеров людей, которые, как я, были всегда, типа, разницы нет, разницы нет, а потом вот с началом поколения PlayStation 5 они начали выбирать опцию 60 кадров, и теперь такие же, я не могу играть в 30 кадров. Все, как бы, я в игру не играю, 30 кадров не могу, Starfield, я такой, типа, не-не-не, я боюсь оказаться такой ситуации, то есть, если бы я включил Starfield, я такой, о-о-о, не, типа, мыло, медленно, не могу играть, я такой, было бы для меня вообще, как бы, я бы был в шоке, я бы не решил, поэтому я как-то так очень, вот с этой точки зрения, я немножечко, если получится так, что, типа, нельзя будет выбирать, типа, все, 60 кадров везде, раз можно 60 кадров, то мы вам делаем автоматически и единственные 60 кадров со всеми, там, 4К разрешения, это 60 кадров, вы же этого хотите, я такой, блин, чувак, я не уверен, я не уверен, что это, я такой, типа, я буду топить обратно, дайте мне, это, опции, опции верните, пожалуйста, фиг знает, это меня немножечко смущает, это меня немножечко смущает, поэтому так, но брать, но брать надо, когда это получается, ну, я думаю, наверное, в начале, только следующего года, хотя, хотя нет, мне кажется, под конец этого года, мне кажется, уже выкатят, под конец года, под Крис, мне кажется, промник, мне кажется, я ставлю ставку, что под конец этого года соберутся они на промо, окей, это был вопрос в глаз народа от Старгейзера, за что ему огромное спасибо, и я думаю, все, будем сворачивать удочки на 151 выпуск подкаста Сплитскрин, спасибо всем, кто участвовал на стриме, что-то там говорил, комментировал Пауль, Старгейзер, Тимур заскакивал с вопросом, все, кто слушает, дослушали до конца, поставьте, пожалуйста, лайк, подписку, комментарий, какому угодно, где угодно, где бы вы не слушали, как Вася всегда наставляет всех, сели, попросили бабушку, попросили дедушку поставить лайк, пальчик вверх, колокольчик, все дела, сами все знаете лучше, чем я, огромное спасибо за вашу поддержку, если хотите поддержать еще и монеткой, то Бусти Патреон, все ссылки в описании, Василий, какие-нибудь финальные наставления? Все сказал, я же все за тебя сказал, все сказал, не дал мне сказать пацана. Главное, главное, душевного, душевного спокойствия и удовольствия, радости от вещей, которые вам эти позитивные эмоции могут приносить, поэтому с вами были Василий, всем пока, Роман, подкаст «Сплитскрин», увидимся снова очень-очень скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова